О, это хорошо. Ты в контроле. Врагов криками, иногда столь громкими, что они материализуются в виде волн, разрывающих все на своем пути. В 40 секунд, что придется бэйбэкаться, да, они заходят на хайграунд. Хэкс тоже дал. Ты шо? Ой, ясно. Ну я не я, если ару не поймаю, куда тут уже не вариант был отходить. Наверное, какой-то парень если зайдет... Да ну серьезно! Я умею, я практикую. Серьезно? Я уже говорил, я не я, если ару не поймаю, ребят. Вы это видели? Всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас гайд на Queen of Pain. А это значит, что именно сегодня мы узнаем, как работает Shadow Strike, как работает Blink, как работает Scream of Pain и, конечно же, как работает Sonic Wave. Этот гайд тоже получился очень интересным, друзья, поэтому не ленитесь поставить лайк. И мы начинаем. Поехали. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже это Shadow Strike. Очень интересная способность, у которой много нюансов она замедляет, она дамажит, позволяет не использовать даггер. И, конечно же, имеет очень хороший калдаун. Ну и вообще, в целом, это очень хороший Хара-спелл на стадии лайнинга. Давайте сейчас посмотрим досконально эту способность. И смотрите. Ходкей у нас D. Дальность применения у нас в этой способности меняется в зависимости от уровня прокачки. То есть на первом уровне, на втором, на третьем, на четвертом будет разная дальность применения. При этом у нас тут еще разное замедло будет, разный инициал дэмэдж и разный тиковый дэмэдж. Да. Смотрите. Закидываем. Дальность применения этой способности на первом уровне 425, на втором 475, на третьем 500 и на четвертом 525 единиц. Табличку я вот тут вот подставлю. Вот, смотрите. Досконально изучайте. Это будет все на протяжении всего теста. Смотрите. Закидываем в оппонента и накладывается ему вот такой вот дэбаф. Нанесся ему инициал дэмэдж и пошел тиковый. Раз. Два. Три. Четыре. И пятый тик идет у нас. И это крайний тик. Все. Пять тиков. Итого. Раз в три секунды у нас срабатывает один тик. И получается у нас длительность этой способности 15 секунд. В течение 15 секунд оппонента будет дамажить у нас по тикава. И по уровням прокачки тут все очень-очень просто. Смотрите. На первом уровне 50 страйк дэмэдж. То есть инициал. То есть сразу 50 нанесется оппоненту. И потом по тикава в течение 15 секунд будет наноситься 30 урона. Раз в три секунды. При этом оппонент будет замедлен на 20%. Меняем табличку. Смотрите. Табличка с замедлений. Если, смотрите. Первое уровня способность у нас. И получается 20% замедления. И с каждой последующей секунды замедление у нас падает. То есть потом 16. Через секунду 13. И так далее. Вот табличка еще. Останавливайтесь. Если что, изучайте. Эту табличку меняем. И теперь табличка по уровням прокачки. Поехали далее. Смотрите. На втором уровне. 75 инициал дэмэджа. И 40 дюрэйшн дэмэджа. И 40 дэмэджа. Это у нас будет тикового дэмэджа. Который будет наноситься раз в три секунды. И при этом оппонент будет замедлен на 30%. И так далее. Замедление будет падать. Табличку прошлую вспоминайте. На третьем уровне. 100 инициала и 50 дюрэйшн. При этом 40% на оппоненте будет замедление. И на четвертом. 125. Сразу же мгновенного инициал дэмэджа. И 60 дэмэджа по тикового. И конечно же замедление будет 50%. Ну и замедление потом 40, 32, 25 и так далее убывает. Не знаю. Как таблички будут стоять. Надеюсь вы разберетесь. И смотрите. Калдаун у нас 16, 12, 8 и 4 секунды на ласт уровне. То есть каждые 4 секунды можно этот ножик у нас перебафать на оппоненте. И это очень круто. Или на нескольких кого-то закидывать. На нескольких оппонентов закидывать сразу эти ножи. Это очень круто. КД у нас такое. И монокос 110 маны всегда. При этом смотрите. Данная способность у нас наносит магический урон. На бкбшных она не работает. И конечно же в линку она также не будет работать. Это первый момент. И второй момент. Смотрите. Я закидываю в оппонента. Он нажимает EUL. И почему-то этот дебаф не диспелится. Я не понимаю почему. Но EUL не спасает. Также дифуз не спасает. Посмотрите. То есть эта способность не может быть скинута с оппонента. Но и не стоит забывать. Если на оппоненте вот так вот ножик. Висит вот этот Queen of Pain. И у него low HP. Его могут добить союзники. Спокойно. Причем могут добить. В общем вот такая вот у нас друзья способность. В совокупности весь дэмэдж, который может нанести эта способность. Он такой. На первом уровне 200 урона можно нанести. На втором 275. На третьем 350. На четвертом 425 единиц урона можно нанести с этой способности. Очень сильный лайнинговый спел. Который позволяет прогонять просто с линии. И душить оппонентов. Что ж. Надеюсь ничего не упустил. Дальность применения рассказал. Начальный урон. Тики. Длительность 15 секунд. Замедление. Перезарядки. И в принципе это все. Ну закайтить даггером я думаю не составит вам труда на этой способности. Она летит очень медленно. И закайтить ее будет очень легко. Что ж. Поехали на следующую способность. Следующая способность друзья у нас это дефолтный блинк. Хотки у нас в данную способность уже прокачали. У нас такое тут есть эффектик небольшой. И звуковое сопровождение даже есть. Я думаю вы услышали. Надеюсь те кто в наушниках. Ну и что ж. Данная способность у нас по уровням прокачки только уменьшает калдаун. Монокост у нас всегда 60 маны. КД у нас такой. 15-12-9-6 секунд. Дальность применения этой способности 1300 единиц. Куда бы мы ни направили туда мы в принципе блинканемся. Все у нас хорошо. Ну не забывайте про этот звук. Вот это знаете на стримах я люблю его говорить. Ну и что ж. В общем то по этой способности все. Эта способность позволяет у нас откайтить какие-то допустим мисл венги там. Или от тавра там какие-нибудь. Датычки. То есть это все мы сможем спокойно закайтить. Ну и в принципе это все по данной способности. Поехали на третью способность. Тут больше рассказывать не о чем. Что ж друзья. Следующая способность в нашем персонаже. Это у нас Scream of Pain. Ходки у нас F. Данная способность это Хара спелл. Самый настоящий. С маленьким калдауном. И с нормальным приемлемым уроном. Данную способность невозможно откайтить. Она бьет в инвиз. Она наносит магический урон. Она не работает на БКБшных. Но вот если вы попытаетесь уйти с даггера с этой способности. От этой способности вернее у вас ничего не получится. Вам все равно нанесется урон. Количество целей не ограничено. Кто входит в АОЕшку 475 единиц. А именно эта АОЕшка у нас составляет третий спелл. Те все по нажатию Ходки F будут получать урон. Урон пропорционально в зависимости от уровня прокачки. 85, 165, 225 и 300 урона будет наноситься всем. Кто будет у нас в этой АОЕшке. Если Queen of Pain будет кричать. И что у нас? КД 7 секунд. И монокосты 110, 120, 130 и 140 маны будет у нас требоваться для использования этой способности. Опять-таки повторяюсь. Бьет в инвиз. Это очень круто. И даже если вот так вот где-то будет оппонент стоять у нас за деревом. Смотрите. Мы нажимаем F и показывает у нас третий спелл. Он сигнализирует о том, что там кто-то есть. То есть можно вот так, если ищете кого-то в деревьях, если крикнете. То есть если будете уверены в том, что рядом по-любому находится оппонент. Вы спокойно кричите и пропалите его так. То есть вы увидите, куда эта тема полетела. И соответственно туда придете. Ну и что ж. Что у нас еще имеется по данной способности? В принципе я все рассказал. Да, монокосты, дэмэдж, радиус и перезарядка. Ну то, что с даггера тоже нельзя ее закатить. Эта способность. Очень легкая способность применения. Вы просто влетаете в драку, нажимаете F. И все. И задушили. Что ж. Поехали у нас уже на ультимейт. Ультимейт очень интересный спелл. Погнали. Что ж, друзья. Самое время поговорить о Соник Вэве. Хоткей у нас W. Прокачали данную способность. И эта способность у нас наносит чистый урон. Чистый урон, который будет работать через БКБ. Независимо есть у вас Аганим или нет. Аганим тут тоже есть. Мы о нем чуть позже поговорим. По дефолту. Смотрите. По уровням прокачки все просто. 290, 380 и 470 чистого урона вы нанесете оппонентам. Которые будут находиться в АОЕ вашего ультимейта. КД у нас 135 секунд. И мана 250, 360 и 500 затрат. Прикиньте, 500 маны будет требоваться для того, чтобы завязать эту способность на ласт уровне. Но ничего. Смотрите. Хоткей у нас W. Вот такой вот таргет у нас появляется. И что у нас? Дальность применения ультимейта 700 единиц. Радиус у нас есть начальный и есть конечный радиус. Начальный радиус у нас составляет 100 единиц. А конечный 450. При этом дальность прохождения ультимейта у нас составляет 900 единиц. Смотрите. Закинули так ультимейт. И пролетел у нас Соник Вэв. И нанес у нас урон оппонентам. Казалось бы, урона мало. Но этот урон у нас, как я говорил, он работает через БКБ. И это очень круто. То есть, если Найкс будет в рейдже, если Юрнейро будет крутиться, если кто-то в БКБ будет стоять, вам все равно пофиг. Вы с, так сказать, Соник Вэвом разрушите им пуканы. Ну и что ж. В принципе, тут это и так все понятно. Давайте, наверное, перейдем к Аганиму и посмотрим, что нам будет давать Аганим. Во-первых, смотрите, друзья. При покупке Аганима у нас появляется такой красивый эффектик, такая чернота за нами ходит. Очень прикольно выглядит. И что ж у нас тут улучшается? Во-первых, посмотрите, КД. КД стало 40 секунд на наш ультимейт. И увеличился демедж. Демедж у нас увеличился так. На первом уровне он стал 325, на втором 440, и на третьем 555 единиц чистого урона. Это реально прикольно. Ну, к сожалению, это и все улучшения. То есть, улучшается КД и улучшается урон. Очень даже интересный Аганим позволяет, ну, кстати, очень хорошо дефить даже. Дефить и в драках. Ну, в драках, конечно, вам не сильно, наверное, поможет, потому что драки не будут идти по 40 секунд. Но если купить эти Актарин, то, может быть, вы успеете все это юзать. Ну и, в общем-то, все, друзья. По способностям этого героя очень классные способности. Очень много урона. Очень-очень много урона будет вносить этот герой. Сегодня я вам, конечно же, покажу, как можно сыграть этим героем через центральную, как можно сыграть в тройке. И, конечно же, керри билд и потные каточки вас ждут впереди, друзья. Надеюсь, этот гайд вам тоже понравится. Спасибо всем, кто лайкает, кто подписывается, кто, блин, ну вот просто комментирует. Очень приятно читать хорошие комментарии. И, конечно же, друзья, не забывайте, что почти все гайды уже есть на канале. И какие будут у нас следующие гайды, конечно же, тут уже разберет матушка рандома, да, друзья. Ну и что ж, всем пожелаю приятного просмотра и поехали смотреть гайд на Queen of Pain. Так, ну что, друзья, загружается у нас каточка. Сейчас начнем душить на Queen of Pain. В общем, что она у нас боится? Она у нас по дефолту боится сайленсов, хиксов, всего того подобного, что позволит законтрить ее. Очень уязвимый персонаж, на самом деле, на ранних стадиях. Так, пишем сразу центральную, идем. Не забыл, что не хост опять. Что у нас там? Если сайленс нам накидывают, то все, мы не можем ни блинкануться, ничего не сделать. Очень такой уязвимый герой. Антимага она очень не любит. Антимага очень не любит. Не любит вообще в целом персонажей, которые маны вытягивают. Ну и, в принципе, сама по себе она очень ватная в начале, поэтому нужно очень аккуратно играть и не забываться. Сейчас пойдем на центральную. Будем стоять с инвокерами, я так понимаю. Инвокера, в принципе, можно будет легко убить в стадии лайнинга за счет первого спелла, поэтому сейчас будем пытаться как-то двигаться. Двигаться. Что ж, погнали на руну. Это первый момент. Посмотрим, как тут будем собираться. Наверное, в дефолт будем собираться через арчит, линку, хекс. Ну, то есть, стандартная Queen of Pain, которая должна быть в игре. Она должна сайленсить, хексить и мозги делать, в принципе. Возможно, даже через Аганим пойдем. Под легионом нам очень сильно нужно бояться с пугной, потому что пугна, во-первых, у нас очень хороший монокост. Это значит, что его палка будет очень сильно душить. Ну, и Легион тоже будет в дуэльке держать. Тут нужно будет собрать линку. В любом случае. Ну, и Бара еще, да. Это очень тяжело будет. Возможно, Юл придется на ранней стадии взять, пока линки не будет. Потом Юл менять на линку. Ну, посмотрим, как все пойдет у нас. Пока загадывать не будем. Сейчас немного побегаем, и будет все понятно. Набрали у нас, ребята. Хороший пик, кстати. Очень хороший контроль. Баратрума. Надеюсь, мне будут помогать немножко. Хотя бы чуть-чуть, но Курьера нет, я уже вижу. Ничего страшного. Я думаю, потом, если что, докуплю, ребяткам. Главное, не моросить. Нормально. В принципе, пик такой приемлемый. Пугну можно будет убивать, если палку он не будет успевать ставить. Просто с ультимейтой его душить. Третий ультимейт, он будет разваливаться. Только... Причем нужно будет ультимейт кидать так, как я покажу заранее. Заранее, чтобы не палиться с блинка. Там дистанция прохождения очень большая, поэтому будем просто закидывать, потом залетать блинком и добивать третьим, чтобы он не успевал ставить палку. Потому что если мы блинканемся и будем все кастовать, то будет очень плохо. Посмотрим, как это все будет в реализации. Но пока ждем, пока ждем сейчас. Руну, надеюсь, заберем, потому что нам нужен буст дополнительный. Любому мидеру нужен дополнительный буст. Даже можно немного подраться. Да, отлично, все, прогнали. Ребята будут пытаться забирать, да, найс. Вот так вот. Ну, дефолтненько. Очень дефолтно. Камеру не хотел крутить. Крутить я. Что у нас на центральном будет? Ладно, фиг с ним. Ага, пугна. Хорошо, можно будет с первого левела, в принципе, его. Пугну. Жаль, вижена нету. Тяжело будет. Не вижена, ни куры нету. Мидер не обязан брать куры. Опять-таки, напоминаю, ребятки, кто живет еще в далекой горении, к сожалению. Даю вам понять. С первой минуты можно надрачить. Желательно с первой минуты сразу по ножику. Оп-оп-оп. Поднакидывать. И желательно давать пару тычек для того, чтобы оппонент сильно не расслаблялся. Крип статать на этом герою очень легко. Очень легко. И не добивает крипа. Нормально. Он... У нее очень приемлемая, хорошая анимация атаки. Поэтому добивать, в принципе, не должно быть никаких проблем. Переагриваем. Потому что много крипов. Палку стоит для пугната. Спамер. Возьмем блинк на втором. И если что, на третьем левеле, я думаю, мы... Попрощаемся с пугной. Попрощаемся с пугной на центральный. Хорошо. Сейчас палка пропадет. Накидать будем нож. Сейчас третий как раз будет. Даже можем под палкой сейчас быкануть, на самом деле. Он это понимает прекрасно. Я даже под палкой могукануть. Потому что палка первого левела, она почти не дамажит. Все. Хорошо. Курьера взяли, да? Она сразу куда-то улетела у нас, Кура. Сразу ножа закинем ему. Можно еще тычку дать. Еще одну. Будем через боты выиграть в этой катке. Поэтому нам срочно нужен Курьер. Поддушиваем. Нет, уже не получится поддушить. Давайте подхилимся. Попробуем подбайтить пацана. Если подойдет, он умирает. Хорошо. Раз. Два. Три. И Курьер. Курьера взяли. Вот. Хорошо. Пугнать тяжело стоит. В принципе, у нас фри линия. Мы на экспе стоим. Берем третий. Хорошо. Берем боттл. Открываем. Трипов. Тайди лайнинга у нас идет. Можно будет сейчас подраться. Плинк сюда. И поехала. Айс Вижен пропал, да? Но это 85-е. Оп. Третий можно даже нажать. Все, это наш клиент. Очень-очень простенько даже все это вышло. Отпиваемся и зафармим как раз. Вардик. Хорошо. Подбираем. Нулик. Но не забывайте, что нулик вы так можете прогулять. Если вдруг там кто-то есть инвизный. Хорошо. Ножек, в принципе, нет смысла, наверное, уже брать. Лайнинг выигран. Я обычно макшу нож. Но если лайнинг такой тяжелый, если был бы инвокер на линии, то я бы, в принципе, наверное, максил нож. Потому что инвокер более крепкий персонаж. Но тут можно, в принципе, раскачивать и нож, и третий. Но с третьим уже будет более удобный у нас ганг. Плинк на разочек. И погнали. Давайте все же, наверное, возьмем нож. Я понимаю, что третий спелл будет у нас не такой каростный. Но. Посмотрите, как он сейчас хапанет. Он даже если сейчас немного... Опа. Даже если немного сейчас заиграется, он может... Даже от ножа отлететь, в принципе. Хорошо. Вот, да. От ножа. Вот нож в троечку вам, пожалуйста. Умер стиков, пацан. Хорошо. Что будем тут делать сейчас с Next? Скорее всего. Ну, дефолтная ПТ-шка. Ля, куру забрали, что ли? Нет. Странно. Очень, очень странно. Я куру биндил. Скорее всего, тот забрал куру, да? Вот он, да. Он забрал эту куру. Так, возьмем. ГР. Хорошо. Вот так вот сделали. И будем смотреть сейчас, что у нас там получается. Отлично пока все. По крип-стату, конечно, очень-очень сильно проседая. Но у меня два фрага. На самом деле это достаточно. Чтобы сбалансировать эту всю тему. Но лучше, когда и крипов много, и фрагов много. Это, конечно, вообще. Вы, наверное, впервые увидите ПТ-шку в этом гайде. Потому что ПТ-шки я обычно не делаю. Но, как вы видите, сейчас ПТ-шка у меня есть. Угна, братец. Давай вот я вот так вот сделаю разминочку. Погнали на руну. Откайчиваем тычку тавера. Хорошая руна. Можно сразу воспользоваться ею. Давайте ПТ в силу. Ага, пубны нету. Отошел. О, Вара. Вот он почему отошел, да. Господи, не толкайся. Ну такое. Вара прибежал. Не спрашивайте, почему ПТ на ловкость. Потому что я люблю, когда герой быстро бьет. А ты Варли купим. ТП-шечку. Хорошо. Не факт, что на низу есть еще руна, но я посмотрю. Все равно. Два крипа прогуляем. Че страшно. Все равно Бара и... Обливиан. Не вижу их тут. Где ты там, братец. Не знаю, вряд ли убьет. Вряд ли убьет. Надеюсь, этот вард не видно. Вроде просто так Соник Вейву выкинул. Ну да. Просто так выкинул. Просто так выкинул Соник Вейв. На низ прогуляемся. О, Регенчик. Хорошо. Погнали пешочком. От этого клиента надо забрать. А Блинк будет откатиться. 5-4 секунды. Отлично. Это наш клиент. Хорошо. Отлично. Кто там еще у нас? Опа, еще Бара. Качаем третий. Надеюсь, Бара никуда не убежит. Да. Мало времени было. Ну, может быть, и забрал бы, если бы знал, что он тут заранее стоит. Если бы знал, что заранее он тут стоит. Все. Будем сейчас тогда выходить ворчить, наверное. Чтобы пугнул. Изи до палки. Вбивать. Будет круто. Почему нет? Крипов побили. Давайте отойдем. ТП-шку берем. Палку. ТП-шку. Еще ТП-шку возьмем. Еще ТП-шку. Хорошо. Пармим. Да, не могу добить. Штамп 7 минут. 36 крипов. Давайте этих крипов всех запинаем. Будет до конца бежать. Бежит, боится. Бежит. Хорошо. Так, иди отсюда. Прогоняем. Просто сразу закидываем ножи. Пацан тут не должен стоять у нас. Вообще. Ни в каком раскладе. Парень на баре тут вообще стоять не должен. Все, и подфармим чуть. 42 крипа. 53 дефолтных походу должен я тут сделать, ребятки. Все равно так подпушим немного линию. Хорошо. ПТ обязательно, ребятки, обусти. Ну, не забывайте, старайтесь не забывать. Я тоже иногда как бы забываю. Ну, потому что нету привычки юзать ПТ постоянно. Ну, вообще есть она как бы, но ее как бы нет. Не могу сказать точно. Так, качнули. Третий. Хорошо. Отлично. Пойдемте, ребятки. Там вон, смотрите, ганг. Должны сделать. Там еще и лего. Он тпшится. Уйдет, уйдет. Уйдет. Так, Легион. Хорошо, 600. Я должен с прокаста по идее там убивать. По идее. Так вот прокаст правильный. Это, пацана, я не заберу. Давай, Фантом, хотя бы. Дабл. Молодец. Молодец. Видели, как я дал прокаст? Я сначала дал Соник Вейв, потом туда запрыгнул и дал третий. Это правильный прокаст. То есть, ну, в частности, его будете выюзать, использовать для того, чтобы оппоненты чувствовали горение между ног. Так, хорошо. О, меня убивать собрался. Но он, кстати, может. Если еще одно сработает. Удлокера нет, это хорошо. Подхиливаемся. Что, у нас 49 крипов, девятая минута. Ну, на самом деле, такое себе. На самом деле, такое себе. Раскачиваем блинг, теперь, я думаю. Соник Вейв возьмем на одиннадцатом и блинг. Так, у нас тут Войди будет фармить, да? Нет. Нежелательно, чтобы он тут фармил, потому что его своя линия. Должна быть. Пара. Вот так вот, отлично. Пока центральную поломаем немножко. ТПшку пока не буду юзать. У меня, в принципе, ничего нету. Была бы руна, я бы пошел. Надо с руной только идти. Просто с бодлом фуловом надо идти, потому что там очень много нужно будет тратить ваны. И у меня недостаточное количество хитпоинтов, чтобы туда идти. Так, хорошо, погнали быстренько на руну. Надеюсь, что-то будет полезное. Ну, пойдет, пойдет, погнали. ПТ в ловкость для того, чтобы больше зарегенить. Соник Вейва у меня нету. Соник Вейва нету. Хорошо. Хорошо. Это наш клиент, да? Вычить не буду, потому что Бара бежит уже 100%. Бара уже бежит 100%, поэтому нужно на топе, так, на топе 2. Вижу. Опасно, опасно. Бара не вижу, пока прыгать не хочу. Даже тут после Арчи, да, Линка срочно нужна будет, ребят. Линку сразу, сходу. Сходу, Линку. Поэтому не стал я пацана атаковать там. Прифарм. Вообще, в магазик бы в боковой зайти. О, парень остается. Гоу. Рубчик бы конет. И, блин, нельзя тратить. Вот, а придется тратить. Хорошо. Наорал на пацана. Отлично. Есть у нас Арчи, ребят. Тайминг, в принципе, нормальный, приемлемый. 775. Золотишко надо. Хорошо. Где-то, ой, я Юл случайно резь себе купил. Отбой. Арчи, да нет. Отбой. Как так можно было лохануться? Сначала правильно нажимал, потом, ладно, Юл. Ну, Юл, не знаю, буду я тут делать или нет, но нужна Линка смело next. У пары там армлет, господи. Бара будет серьезной проблемой, потому что не будет хватать у нас дэмэджа для того, чтобы его сливать. Сейчас, если руна полезная будет, я улечу на топ. Пара там на тпшках постоянно. Ну, давайте сделаем еще Юл дополнительно. Потому что пара постоянно на тп уходит, но нам Линка нужно. Линка нужно. Все есть у нас. Так, ну, проблематично. Проблематично. Так, есть у нас орчит. Будем накрывать. Вместе надо, ребятки. Пошел в инвиз. Нам не страшно. Нам не страшно. Бара убьет, пацана. У него убьем. Че-то он быканул. Братец, держи. Если Бара бежит, хоть чем-то тебе это поможет. Не бей, не бей. Ру. У меня первая нету. Хорошо, это наш клиент. Да умри ты на баре на своем. Все, Блинка раскачали. Нормально, забрали. Ну, с помощью меня команда, кстати, очень хорошо бустится тем, что видите, сколько фантом, сколько фрагов взял. Вот сейчас Аллерия взяла фраг. Это очень хорошо. Че, давайте Линку next. Там, друзья, Линка, там Легион, как-никак. Сейчас возьмем хп реген. Арчида нам будет хватать на небольшой вот этот ман реген. И поэтому по чуть-почуть мы сейчас, я думаю, но видите, ситуация на самом деле в игре такая просадочная. Мы немного проигрываем. Ну, как немного. Я отгангиваю, но Баратрум делает свои дела. Да, тоже 8-2 парень бегает. С ману восстановим, можно будет еще и пугну убить. Он у нас такой хирокиллер вообще страшный. Хирокиллер очень страшный у нас. Страшно на линию выходить. Потому что у нас тут, как бы, Баратрумы живее всех живых. Ага, Баратрум все на кого-то чарж даун. В лес. Ага, кто там? Во, 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 это наша цель. Мы его даже... Мы просто через первый третий убьем. У него 500 хп. Это ези вообще. Хорошо. Хорошо. Отлично. Все, докачали даже нож. Все, левел у нас... Стадия лайнинга, по сути, у нас закончилась. ПТ на силу. Потому что идем. Аккуратненько. Гоу, поможем пацанам. Посмотрите, ему вообще пофигу. Войт его щекотит. Посмотрите, у него ВГ плюс... Еще остальные кнопки. Это жесть. Такой жирный. Войт. Вот этому пацану дают. Найс. Хорошо. Маны нету пока, ребят. Терпите. Плохо я дал, очень плохо. Буду драться, но не факт, что убьем. Надо нож закидать. Опа, лего. Но не в меня ж, надеюсь, ты побежишь. Ладно, гау, легиона. Хорошо. Бискет суск. Бискет суск. Оу, щит. Не-не-не, пацаны. Там мана есть на блинг. Хорошо. Ой, там, ребятки, дудшет. Гоу, гоу, гоу. У меня 140 маны. 140 маны есть. Хорошо. Сейчас законтрим. Законтрим, пацаны. Хорошо. Отлично. Отличненько просто. Айс, мана очень быстро регенится. Плюс Персеверанс, это просто пушка. Все, восполняем чуть-чуть. Хорошо, виндранка шекеля раскидывает. Виндранка шекеля раскидывает. Очень хорошо. Ну, у нас почти есть, по сути. Это плохо, я сейчас могу умереть. ПТ на силу. Отходим. Погнали, на базу сходим. Ману зарегеним и пойдем дальше делать мувы. Парчит есть, можно поесть. Давайте задушим его. Песченый пацан. Песченый. Все, тпшка, юз. Поехали. Поехали. Поехали на нить с тпшку. Очень часто видели вы, наверное, ну, хотя Queen of Pain вообще, в принципе, не частый гость у нас вообще, в принципе, в играх. Поэтому, не знаю, может кто видел, может нет, игру через догон на ней. Потому что, тоже такой очень хирокиллерский персонаж. Можно играть через догон. Можно играть так, как я играю. Очень, в принципе, приемлемый тоже билд через догон. Но тут смотря как, как вы играете, как вы оцениваете свои силы и тому подобное. То есть, каждый играет по-своему. Каждый собирается по-своему. Гоу. Гоу, гоу, гоу. О прокастстве сжму. Входим. Входим. Боже, ему плевать просто. Отойду, возьму регу. Хорошо. Залетела. Скрима полетела за ним. Хорошо. Почти есть линка, да? Почти есть линка. Погнали, продадим нулик. Сделаем тп на топ. Погнали. Оп, вот так вот. Вообще, мы должны по кд пугну и инвокера убивать, потому что у нас есть арчит. Они вообще беспомощные. Но я из-за бары боюсь вообще влез к ним. Потому что он сразу, этот бычок побежит. Сразу бычок побежит. Но мы сейчас сделаем линку, купим даст. И нам, в принципе, бычок временно будет не страшен. Кстати, она уже почти есть. У нас юл еще на базе Ересипе. А юл вряд ли уже буду делать, если линку уже дали сделать. Все, вот это уже шансы. Крайне малый у пацанов. Так, ну вот эта пачка крипов. Но вообще тут очень опасно сейчас стоять. Потому что если легион с инвиза нападет, это гг. Погнали. Юлчик продадим, купим. Пойдем в леса, сходим к ним. Линка есть. Вот это стандартные такие выживаемости артефакты будут. Можно еще даггеры взять до кучи. То есть вы будете прыгать в драку и выпрыгивать в драке. Очень, ну, такой дефолт тоже будет. Поэтому вот так вот. Так, ну что? Хорошо. Вот эту тему берем. Продаем. Покупаем. Берем ДП. Жалко не хватает. Немного надо с ногу. Хотя бы вот так возьмем. Погнали леса колотить. Сейчас пойдем к оппонентам. В лес. Хайнбукер там. Хекс. Хекс можно будет сделать. О, Легиончик братец в инвизи. Бежал. Сейчас, если Баррот за ним побежит. Это будет очень хорошо. Нету пацана. Нету пацана. Хорошо. Хорошая скорость атаки такая мне очень нравится. Ну, арчи-торчи-торчи-вещь. Так, ну что? Топ-тэшку забираем. Погнали. Давайте еще ПТ переключим. Еще быстрее скорость будет. Чарж. Пара чарж слил. Пара слил чарж. О, ты че, братан? Хе, ну добьет. Зачем добил? О, добежал таки. Ну, осуждаю. Забежал таки. Ну, братан, меня Барротом убивал. Ничего не смог поделать я. О, щит. Ну, всем понакидываю ножи. Бить самого толстого вообще не ахти. Хорошо. О, по чаржу нажал. Побьем с хайграунда. О, стою. О, стою. Ну, нет, улетаю так. Летаю. Улетаю. Улетай. Гоу на деф. Ну, страшно было тогда прыгать на самом деле, потому что Бара может еще как бы не в линку оттолкнуть, а от кого-то. Ну, там КД было, тоже можно было оценивать. Ну, фиг с ним. Нормальная драка все равно, мы в плюсе. Пойдет. Опять линку сбили. Бара запарил он будет, походу, сейчас всю игру в линку, мне пытаться чарж делать. Так, хорошо, 2к еще есть. Что будем делать? Можно вообще сделать сейчас аганим. Ну, аганим можно сделать вообще ферстон, но тут, видите, тут нужна контролька именно персонажа, поэтому мы сделали арчи. Вот и все. Так, берем, давай, 2 варда и пойдем в агрессию куда-нибудь ставить их. Все, погнали. Мана нам не нужна, мы ману зарегеним. Так что, блинкуемся по КД и полетели. Сейчас вот сюда вард к нему, и вот сюда будем, если что, в лес наведываться к пацанам. И от легиона бы какой-нибудь вижен тогда. Мы и легиона сможем убивать, у нас урона хватит. Урона хватит, надо легиона тоже убивать. Вот там, вон. Питал, вообще не пробиваем. Просто жирный. Жирнейший, жирнючий. Давайте поставим вард первый вот сюда, дефолтный. Дефолтный имба вард. Вакер фармит. Есть. Первый парень есть. Сейчас арчит, откатится, инвакера убьем. Сюда поставим. Вардик. Опа, инвакер тут. Вижу, слышу. Слышу. Поташу. Вот здесь кто-то есть. Пара. Аруф побежал. Ну так это ж мы его убьем сейчас тут. Я на тебя ульт не пощажу. В целом. Достал. Хорошо. Достал. Хорошо, и этому. Ой, как хорошо. Так, а на топ успеем? На топ успеем? Да, это успеем, успеем, успеем. Следующий блинг и сразу фраг. Делаем. Ути, Криса. Хорошо. Хорошо. Аркадий, ты ли это пишет уже? Понимаю. Приятно, приятно, ребята. Или когда все-таки иногда чувствуете, что... Есть я в играх. Как хорошо, когда никто не хейтит. Вообще по кайфу играется. Прям плавная игра. Прям наиплавнейшая. Берем Аганим, наверное, да? Нормально, трипл сделали, пойдет. Трипл. Трипл килл. Через Аганим все равно надо сыграть одну каточку, поэтому Аганим в студию. Аганим в студию, чтобы Соник Вэвами раскидываться. Пугна молодец, держится. Хотя мог уже давно. Покинуть эту игру, но... И у него тут ошибка в том, что у него нет нотов. Форс сделал, но форс тут такое. Тут нужно было делать что-то типа Аганима. Хитпойнты нужны, пугни, в любом случае. Так, тпшка. Хорошо. Отлично. Пара вон он ходит. Пара такое. БМ, армлеты. Ну вот насобирало уже, но не актуально. Вот эти варты подзаблочили тут. Давайте Аганим ждем. Ждем Аганим. Поехали. Хорошо, есть Аганим, имеем. 4,8 секунды. Актарин, наверное, еще сделаем. И еще что-нибудь прикольно. Молнию можно сделать. Ну, Хекс сделает, наверное. Тут сделаем один билд такой, отдельно билд. Сделаем... Эри. Ну тут Хрону надо будет вставить. Я не использую тебя. Понял. Ну да, морчит ему. Линку отдал я Войду. Хорошо. Палка души. Палка забьем. Я обычно не делаю. Хорошо. Трипл кейл. Найс. Раскидал кнопки. Нормально, кстати. Соник Вейв так в помойку был. Мусоровод слетим. Нормально, мы задушили их. Хорошо, погнали на топ. Погнали на топ. Так, есть. Это хорошо. Давайте Актарин, Хекс. И, в принципе, на этом, я думаю, у нас этот билд заканчивается. Сделаем next-овый. Другой билд. Через тройку будем играть, конечно. И керри билд через центральную линию также сделаем. Но керри билд, он, кстати, очень актуальный тем, что этот персонаж, он реально может вносить очень много урона. Ну, блин, вот уж поверите просто. Я помню, столько игр играли, где можно было Queen of Pain собирать через Дезолятор. И, действительно, в топ-тбэхах мы это делали. И это прокатывало. Это реально рабочая страта. Так что, друзья, через Дезоль тоже, возможно, пойдем. Дезоль, Кераса будет и остальные другие артефакты. Это очень интересный билд тоже. Но он рабочий. Это не фановый билд, это действительно рабочий билд. Те, кто знают, те поймут. Так что, друзья, вот такая тема. Давайте Т2 снесем здесь. Там почти мид, ребята. И снесли. ТТ на ловкость. У нас он 276 урона под дабл дэмэджем. Это очень много, кстати. На такой маг, посмотрите. Это просто маг. 270 урона под дабл дэмэджем. Ну, такого не бывает. Такого не бывает. Хорошо. Заберу таборы, наверное, все равно успеваю. Никого на карте нет, но у нас линка есть. Нет, все, надо уходить. Потому что если легион подойдет еще, шансов не будет уже. Шансов уже не будет. Так, ну, Тауэр сломался. Срава. Погнали сюда. За счет меня, кстати, и Фантом, и Виндранка чуть-чуть поднимались. Тоже 13 ассистов это очень много. Вот так вот сделаем. Хорошо. Пустер. Погнали на центре. Будем откидывать сейчас Соник Вейвы. О, Виндранку нафидели, да? Виндранка поднафидела. Хорошо. Не могу улететь, Рут. Могу улететь в Руте. О, Войт там прыгнул. Ну, еще КД у меня. КД. Прыгать я туда в толпу, конечно, не буду. Потому что опасно. Вот так чисто аккуратно в стороночке. О, Найс там. Вылетает Питлорд. Вылетай. И мешай. Хорошо. Пойдет. Неплохо. Неплохо. Погнали на нижнюю. Почти есть Тектарин. Дофармим уже. 29-ая минута. Виндранка, по идее, должна быть метовым героем, потому что данный персонаж, он постоянно дерется. Те персонажи, которые постоянно дерутся, они должны быть в мете на этой карте. Поэтому я считаю, что, скорее всего, этот персонаж реально находится в мете, потому что я саре 29-ая минута, и у меня очень много слотов. Потому что ганги происходят, драки идут, лавэ хомутится. Это понятно. Это понятно. Хорошо. Вообще, вот эта проблема, на самом деле. Не туда, это называется, поворот не туда. О, это хорошо. Да. Криса. Найс. ЦГГ. Оп. ЦГГ. Так, есть у нас Актарин. Слово. Гоу, заберем, пойдем. Ждите меня, скоро буду. И Актарин заберем. Хорошо. Есть. И Хекс. Нэкстовый артефакт. Тупо Хекс. Текст с тобой у нас. Пушка. Держи, помогу тебе. На одного крипа комиссионного забрал. Хорошо. Отлично. Так. Нали. Нали. Так, нижнюю линию. Душим. Хорошо. Войдстоун, пойдемте купим. Или ТПшку. Гоу, ТП. На мид. Гоу, гоу, гоу. ТПшится. ТПшится. Так, ну блинг у нас сейчас вообще, когда что-то 4 секунды. Это вообще кайф. Умри с улыбкой. Понимаю. Погнали на низ. Смотрите, там Бара бежит. Надо, 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 ребятки, работать. Катку мы еще не выиграли. Еще не выиграли катку, поэтому надо подработать. Отходим. Это плохо. Когда Пугна закидывает кнопкой. Своей. Тут даже БКБ бы хорошо зашло бы. АКБ даже хорошо зашло бы. Хорошо. Погнали. Пять. Палка, блин, стоит до сих пор. Жесть. Долго стоит. По-моему, 30 секунд. Я не помню уже, честно, но очень долго. Там КД буквально 3 секунды. 3-5 секунд остается. Так, хорошо, погнали на топ Баратрума. Думаю, о Баратрумах, как говорится. Знаете такое? Ага, тебе. Хорошо. Тайверночку. Ща Хексуле сделаем, вообще плевать будет. Уже почти есть Хекс. 2700 золота. 700. ТП у нас регенятся за счет Акторина, поэтому тут никакие ни Тараски, ничего не надо. В БМ можете спокойно ультовать. Если, правда, там несколько БМов будет, будет потяжелее. Будет уже потяжелее. Так, давайте в Викторине. Это Викторина? Я могу участвовать в Вопросе. Хорошо. Попал он. Лега фармит. Let's go. Вяжи его. Нормально. 22 секунды. Ну, 25 секунд. 30. Примерно. 30 секунд примерно. Гоу сейчас. Купим Мистик. Еще один. У нас 3К хп будет с Хексом. Почти умеем. Опа. Хорошо. Уойдстоун, да? Уойдстоун все и копейки остаются. Сколько? 30 секунд. КД ультимейта. Прикольно. Эншентов. Третий ультимейт не карает. Первый карает. Вот так вот. Таргеты такие. 3-300 маны. Я счастье для НРУП Ассасина. Я вам отвечаю. Просто счастье НРУП Ассасина. Чуть остается до Хекса. Мы сейчас доколотим. В принципе, этот Хекс. Я очень мобильный. С Акторином просто все выфармливаю. Шарик проснулся. Самое время. Жесть, посмотрите. Просто все выфармливаю. Очень быстро. Блинк настолько дает мне много мобильности. Дебильности. Что жесть. Хорошо. Давайте еще одну пачку крипов заберем. Еще одну пачку крипов. Опа. Опа. Погнал в инвизи. Ля, войд. Ладно, отменяем. Го. Я не успел я все нажать. Прямо вот не успел. Но зато есть у меня уже. Опа. А мне пофиг. Я буду долбить его в БМ. О, слотар гейминг. Ой, тире. О, связал, связал. Перебафаем. Опа, третьим. Еще раз перебафаем. Да, я просто уничтожаю их тут. Успел все кнопки нажать. Еще раз. Пара бай бэк. Вижу. Хекс возьмем. Хекс берем. Хорошо. Есть. Хекс. Войд опять погиб там, да? Опа. Я буду душить. До конца. О, там фугна пришла. Входим. Тичком опасно. Будет хп чуть побольше. С душем. Сибара побежит, он умирает. Сейчас Хекс будет уже. Это хорошо. Не знаю, кто мне линку сбил. Пара или нет, но если что, у меня есть кнопки. Не-не-не-не. Я тогда не хочу идти. Опа, еще раз линку сбил. Бара там стоит. Бара стоит. Бара стоит. Хорошо. Так. Ну самое время, да, рекламки. Спасибо, друзья, что подписывайтесь, ставьте лайк. Это самая кушечная тема, которую можете делать. Гайды для вас. Так, ну что, фуловые мы. Фуловые. Можно сделать еще, конечно же... Он шарты и тревелы, это, в принципе, законченный билд будет. Давайте тревел возьмем сначала. Тревел. Хорошо. Тревел имеем. Давайте шарты сейчас докупим. Пт-шку продадим. А так спит, конечно, страдать будет. Но можно будет потом морчить, в принципе, заменить еще на что-то. То есть, ну тут уже зависит от того, на какой стадии у вас игра. На какой стадии у вас игра, ребят. Давайте. Что там у нас? Берем. Пацанов, закинем. Пусть триген хоть какой-то. Хорошо. Бабах. Подаем, поташечку. Можно взять Шиво еще до кучи. То есть, вместо Арчида, потом Шиво. Рекуру. Будет тоже круто. Так, Руфо там гоняют, да? Руфо гоняют. Я понял. Базар Уджок. Пацаны там на стрёме. Отойдем. Базар Уджок. Кто-то там на топе пугничает. С амулетами. Вот огоним его. Хекс почти есть. О, так он сам к нам остается тут, да? Кидаем Хекс. Все остальную тему. Сейчас ТП-шка будет. О, щит. Братанчик, ну у тебя там... Дело в том, что... Меня ты не потянешь, я очень перефижен. Жесть. Легион, который не может убить Гвинов Пейн. Это очень грубо выглядит. О, привет. Давайте вот так вот кину. Паланс. Паланс. О, Найсен Вокер тут пришел. Орх. Орх. Вы че, ребята? Ну, ГГ Инвокер тоже сейчас замрет стычки. Я бы все равно... Ну, с Инвокером... Хотя Инвокера сейчас все КД должно быть. Так что он просто так. Ну, мне кажется, я тут все равно Бару бы убивал. Ну, я бы, наверное, просто побежал бы дальше, увидев бы Инвокера. Но у Инвокера вообще ничего нет. У него ни Торнадо, ничего нет сейчас. Он все на меду отдал. У меня как раз сейчас будет уже... Гиперстоуны запакованы. Так, ну Войт нас покидает, походу, да? Ну, нормально. На Фантоме выиграем, в принципе. Ждем. Отлагает? Нет. Он сказал 3 минуты АФК. Видимо, время в клубе кончилось. Я кикать не буду. По своим же правилам, которые придумал. Что кикать? У всех есть время на реконект 110 секунд, друзья. Этим надо пользоваться. Ну, самое время попить чайку. На самом деле, в этом билде ничего не хватает. Шиву можно еще доделать. Или Кирасу вообще. Ну, Кираса, вот... Ну, реально, в рабочий билд, вот я бы купил бы Кирасу вместо Арчида. Чтобы просто закончить сейчас эту игру. Ты просто прыгаешь, у тебя много атак спида, у тебя много урона, у тебя много защиты. И ты можешь спокойно уничтожать. Но мы до кучи доделали билд. Полноценный. Это первый билд. Первый такой роумерский, дефолтный билд. Это самое. Акаша, Аркаша, понимаю. Ну, походу, Войт покидает нас, друзья. Но уже смело можем кикать, потому что время его реконекта вышло. К сожалению. Так, погнали. Сюда. Пойдем по низу, пойдем в Т2. Хорошо. Фикса нету. Афикса нету. Туда, секунды. Жаль, фикса нету. Погнали в магаз. Погнали в магаз. Так, хорошо. Руну берем и погнали. Берем два гиперстауна еще до кучи. Есть, все. Запаковались. Отлично. Все, погнали. Я низ дерну, наверное, да, еще. Идут даже, пацаны. Идут, пацаны. Го, попробуем. Душим. Он жирный, жесть, так. Диспелим. Демейт под конец кину. Хорошо. Жирный, но задушили. Хорошо. Минус мед делаем. Отлично. И на низ я полечу сейчас. Бля, у меня какой атак спид стал. По кайфу. Дали. Так, жалко, что сбил. Че, погнали пешком-то, да? Хорошо. Так, ну ребята просели очень сильно. Центральная линия у них, к сожалению, упала. К нашему счастью, к сожалению. И, конечно, сейчас будем додушивать нижнюю линию сейчас тоже допушим. Фантом у нас тоже, по идее, одеты. Но не сильно скажу, что одеты, но имеет слоты. Конечно, в отличие от меня, да, у него... И больше недобор по слотам. Но это не страшно. Не страшно. Порочку бы забрать. Давай тут этого пацана побьем. Все, этот клиент помрет. Сто процентно. Может и нет, если пресс атак кинет. Или пойдет в лес отжираться. А? Все. Да, он действительно пошел в лес отжираться, но не успел. А тем временем, ребята, низ сломали. Нормально. Куда идешь? Тормози. Оп. ГГ. Еще и трипл килл. Понимаю. Еще и трипл килл, говорят. Еще и говорят трипл килл. Хорошо. Все, ГГ. Нормально. Давайте возьмем тревел 2, да куча еще. А где у нас тревел 2? Лол. Тревел 2 где? Почему они постоянно кочевничают, эти тревел 2? Они же должны быть вот в этом магазине. Тут вот. Бля, я что-то путаю. Ладно. Ладно. Пойдет. В общем. В общем и целом, в принципе, вот такой вот геймплей. Это первый дефолтный билд, друзья. Как надо собираться на этом персонаже, для того, чтобы иметь успех в игре. И next-овый билд. Это у нас будет керри билд и билд через тройку. Покажу, как ставить в хардлайне, как выходить с хардлайна и тому подобное. То есть, как играют на этом персонаже. То есть, next-овый еще покажу. А потом фановый билд. Но как фановый, он тоже рабочий. Поэтому, друзья, не стоит забывать, что он тоже рабочий. И он действительно будет помогать в играх. Но нужно будет аккуратно все это делать. Хорошо. В общем, вот такой, ребята, у нас первый геймплей. То, как надо и душить. И давайте пойдем next-овую игру. Так, ну что, друзья, загрузилась у нас очередная игра. Идем мы в тройку сейчас. Опять с 50 латом будем играть. Не создаю игры, потому что сразу выловятся подписчики. А так хотя бы есть возможность, что они не зайдут. Так, пойдет. Где у нас Queen of Pain? Забираем ее. И погнали в тройку. Идем в ХЛ. Так, что в ХЛ мы будем брать? Конечно же, урна. Как у нас тройка без урны? Скорее всего, будем играть через Юл, через Глимер. И, ну, посмотрим вообще. Все ситуативно. Но главный сам смысл показать, как стоять в тройке. На данном персонаже. Поехали. Хил. Ману по-любому. Давайте вот такой вот билд сделаем. Погнали. Если что, стик. Потом будем докупать стик, урна. ПТ. И погнали душить. Хорошо. Погнали. Я ХЛ пишу. Все, погнали. Отлично. Так, Рикки Мару у нас есть в пике. Не палимся. Потом уже начинается Аркадий, Аркадий. Кто-то зашел в игрушку, что Аркадий. Понимаю. Нельзя палиться ни в коем случае, потому что потом начнется дикий хейт. Постоянно будут за мной прыгать и тому подобное. Такого не хочешь. Так, Путш. По-любому Линка. От БХ Юл. Линка Юл. Тут уже точно не вырисовывается в пике. В пике артефактов. Это хорошо. Посмотрим, кого еще будут брать. Посмотрим. Сейчас будет интересно, тоже весело. Катка веселая будет. Спектра. Фаери. Возможно, даже Блэкинг Бар будем собирать. Там пак, наверное, не будет. Так и не будем собирать в любом случае. Посмотрим. Возможно, что-то придется тут демож делать. Потому что, я так смотрю, если у нас никто не будет дамажить, то будет очень плохо. Но так, дефолтные хиксы и арчиды. Опять-таки, тут будет очень хорошим контролем. Арчид против пака, да, господи. Я вас умоляю. Прямо то, что нужно. То, что нужно. Пасать. Сейчас бы ждать, пока пацан какой-то пойдет пописать. Найс. Прикольное начало игры. Люблю такое дело. Все дела нужно делать заранее. Если собираетесь душить. Так. Возможно, тут вот жирный мясничок будет стоять. Поэтому нужно аккуратно по таймингу отойти. Оп, подходим. Типа такие. Оп, оп, манс. Хорошо. Все. Качаем блинг. Так как мы идем в хардлайн, соответственно, блинг сразу же берем. Что нам нужно сделать? Сейчас постараться проблочить этих крипов. Давайте даже блинг сольем, попробуем. Я не знаю, я у мамки чемпион, поэтому пробую сделать все в лучшем виде. Но не факт, что получится. Так, дедушку вперед. Деды воюют у нас. Деды воевали. Так, дед. Шуруй. О, все. Найс. Эхо этого крипа не остановил. Но пойдет. Пойдет. Могло быть и хуже. Все. Дед воюет. Деда сейчас убьют и будет все хорошо. Оп, отлично. Даже я еще и добил в дабле. Оп, еще добил. Все. Это уже, это залог успеха. Катка 100% на вин. Да, вот это, конечно, плохо. Хараситься мне с ним вообще нет варианта, потому что у него 6 армора, у меня 2. Я сразу же как мусор буду отлетать. Вот этот хуб, конечно, не очень непонятен. Они решили меня просто отсюда прогнать. Давайте возьмем стик сразу, тпшку. Тупо прогонять они меня отсюда будут. Но мне главное экспириенс не потерять. Я в хардлайне стою. В хардлайне нужно стоять аккуратно, проблочить крипов и ждать, когда под тавр крипов придут. И все. Вот основная задача хардлайна. Бычиться. Тем более соло против двоих. Тем более против бонди хантера, который будет харасить. Это, конечно, смысла я не вижу. Все. Вот так вот и стоим. Все будет хорошо. Крипы здесь и должны у нас стоять. По нашей линии. АПХ. Желательно вот так подфармливать. Отлично будет вообще. Хорошо. Пуш вычет. Что-то хочет сказать походу. Отлично. Все. Экспириенс получаем за то, что дедушку там казнили. Поэтому теперь на экспириенсе сидим хорошо. Очень хорошая тактика. Что будем качать? Ну, конечно же, нож будем дефолтно раскачивать, чтобы возможно выиграть лайнинг. Попробуем как-то паунти хантера перехарасить. Хилл желательно взять. Две сразу гантельки берем, чтобы накачаться посильнее. Хорошо. И поехало. Куджи у нас тут стоят. Давайте разминочного. Кинем ему ножичка. Пусть жопа погорит. Да, можно даже вот поразминать. Ох, нифига. Палаги какие. Пеникса взяли ласт пиком. Пеникс не проблема будет. По-любому надо арчить, сделать и все. Смотрите, пуджак какие хитпоинты. Можно сейчас попробовать его. Ля, вот я не видел, что тут крипа. Сейчас он, кстати, может подловить и на развороте задушить. У нас ЕС пришел. ЕС будет фармить, да? А, Пак, смотрите, там что делает. Погнали, Пака, подушим. Попробуем забрать. Вторая минута, кстати. Сейчас, возможно, там будет... Нет, руны нету. Сбиваем ему шифт. Опа, хорошо, все, это наш клиент. Наш клиент, 100%. Без шансов там. О, добили. Как я и говорил. Ну, нормально, нормально. Эх, если бы он перекрыл так, было бы намного лучше. Но ничего страшного. Сейчас сделаем урну. Урну. Ля, ты, крыса. Ля, ты, крыса. Печально. Сбил мне хил, я потерял блинк. Если нету манки, так бы забрали бы. Ножик будем раскачивать. Ну, что, БХ ватненький. Скримом я так не надамажу, как ножом. Хорошо. БХ еще раз вылезет. Он в таверну улетит. С первого. Все, пойдет. Так. На А идем, потому что если БХ вылазит, то мы перед триггеримся на него. И возьмем сапог. Ману закупим на базе. Там желательно вообще, знаете, что там, кстати, не крылает у нас на минуту, да? Баг там. Хорошо, вот он, БХ у нас. Видимо. Значит, он на руну не пошел. Значит, возможно, пошел на руну пак. Хорошо, нету пака на руне. Нич пака. Пока ничего не берем. Денег нету, в принципе. Естом. Молодец. Сонит по-страшному вообще. Боец. Боец страшный. Опа, в инвиз зашел. И когда вылезет, нападет, тогда я нападу тоже. Пусть они, возможно, даже быканут на него. Потому что линия очень сильно отпушена. Под их тавр. Поэтому, возможно, будет даже атака какая-то. Но не факт. Если бы Ха меня тут пропалил, случайно, не означает. А, ну, конечно, да. Он вышел на меня. Вышел на меня, парень. Ну, пойдет, ладно. Формируем. Вообще, тут не должны стоять, когда в хардлайне. В хардлайне мы тут не должны стоять. Очень близко к тавру. Это очень опасно. Все, крипа добили. Отходим. Идем на А. Опять-таки, БХ будет вылазить. Будем атаковать сразу. Так, что там у нас? Что там у нас? Этот БХ просто напрашивается. Пуджабы поубивать? Но с ЕСом ЕС, походу, такой пассивненький у нас. Пармит просто. Соул есть. Говорится, можно поесть, но тут не поешь. С ЕСиком. БХ просто бегает, натрачивает, и все. Сейчас возьмем нож в еще разочек и пойдем гонганем, потому что у нас как-никак третья позиция. Все, погнали. Погнали. Как раз через руну. И пойдем душить и делать вещи, друзья. Все. Ну, и пак умер там, да? Хорош. Хорош. Хорош задушил. Мне бы урну еще. Это куча. Масочку берем. Я только отошел в ЕС, пошел в фитконтору. Да? Клп. Надо помочь. Зря я отошел. Перекрываем проход. Он попытался заластхитить, но не удалось. Удалось. Ушел, ушел в инвиз, просто ушел просто. Вот, все. Да, ЕС вот этим мувом, конечно, споганил немного мне мою тактику. Ничего страшного. Ману закинул, СПС. Напишем. Хорошо. Ну, ничего страшного. Бывает и хуже. Пойдет. От БХ бы сентрики кинет. Ну, оу, 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 оу. А что не сказал, бро, что будешь нажимать? Эх, там уже пуш пришел. Я бы прыгнул, но я умру, если я прыгну. Умирать вообще не хочется. Так, есть урна. Хорошо. Оу, это хорошо. Не будешь ссором. Я не могу. Есть такой балабольчик. Лишь бы что-то написать. Ладно, я ушел. Тут нефиг делать. Надо уходить. Тупой, ЕС. Нет смысла ему вообще что-либо объяснять, что если я там прыгаю, я умираю. Умирать размениваться на Баунти Хантера я не собираюсь. В чем проблема? Человек неужели не может понять просто. Я обычно таких людей просто тупо в мут отправляю, и все, проблем никаких с такими людьми нету. Потому что чел вообще не выкупает. Зачем и как нужно играть в эту игру? ЕС думает, что вот мне нужно было прыгать, там убить БХ, но сдохнуть самому. То есть, ну, это его тактика. Господи. Что вы меня так душите? Вот путь же там, блин, стоит просто. И ждет меня. Уже второй раз меня там выхукивает. Ладно, поехали. По гангам. Ну, не дают на низу стоять еще, и Абадон пришел. Но Абадон помогает, а ЕС просто АФК стоит. ЕС АФК стоит, тупо. Играет. Ни разу ни фиссуры ничего не даст. Я стараюсь как-то на агрессии стоять тоже. Все равно. Хорошо. Надо погангать, погангать. Ребят, ну, очень долго АФК стоим. Восьмая минута у нас, ноль ассистов, вообще ничего нету. Но все в дасты упираются. Погнали низ. Спектру, ну, спектру вряд ли убью. Низ иду. Гоу убивать. Раз АФК, так. Раз я АФК. Пишу официально, что Гоу убивать. От ЕСа будет требоваться фиссура и второй. И все. Гоу. Братец. Поехали. Что, АФК и ЕС, что ли? Плохо. Не заберем, походу, да? Заберем с ножа, походу. Опа. Хорошо. Урна главная есть. Хорошо. Ой, фиссура. Ой, фиссура. АФК, понимаю. Ну, нормально. Урну одну зарядили, ничего страшного. ЕС не попал, не будем его моралить. Сейчас и Пуджа заберем. Если что. Пуджа тоже заберем. Скрим. Печалька. Ну, вот так вот в тройке играть, пацаны. Вот так вот в тройке играть. Все, суета началась. Зря я прыгнул. Надо было мне все-таки не прыгать, ничего, просто стоять АФК ждать, пока ребята начнут. Потому что если я буду начинать, я, скорее всего, буду вот так вот подфиживать. Скорее всего. Рикимару тучку не захотел кинуть. Ну, да ладно. Ну, да ладно. Ничего страшного. Сфидели это не страшно. В тройке фидить можно. Погнали. Пешку юзаем. Оп, хорошо. Хорошо. Эх, надо было бить, да? Я далеко был. Уже в тот момент. Блинка нету. Главное, урны кидаем. Урны кидаем, и все хорошо. Ля, подхилил феникс там. От Криса, а. Все, ну нету, я просел. Нету ничего. Не дала сейчас не урну. Это все тема. Ну, феникс, это имба. Феникс, ты имба. Подхилил, захилил все. Что, возьмем давайте нулик какой-нибудь для того, чтобы хоть как-то, хоть как-то повысить себе монопул, хп-пул, ну, потому что, ну, совсем скучно, и в драках ничего не получается абсолютно. Слишком мало кнопок нажимается. Не знаю, вроде стараюсь все как бы нажимать. Сейчас один фражочек заработали за счет Соник Вейва, но нет, надо дасты купить все никак, денег не хватает на дасты, это ужас какой-то. Не могу дасты купить. Банальные дасты, которые будут помогать души. Не получается. Хилл берем. Гоу. Пэшечка. Хорошо. Поехали. Соник Вейв пока что в КД, но зато у нас, ну, у нас на низу вся суета, я не понимаю, почему все на низ пришли. Других линий нет, что ли. Я-то Хардлайн стою. Да, точку, точку, первый, первый, первый. Что ЕС, что Рикимару не хотят жать первый категорически. Почему, не знаю. Давайте ножик раскачаем уже, замаксим. Пусть будет. Рикки тучку дай ты, господи. Смотрите на этого Рикимару. Рикимару прям категорически не хочет тучку кидать. Так, кидаем Худжу. Этого штучку еще закинем. Оп, отлично. Пойдет. Неплохо. Держи, братец. Вот такую штуку. Пойдет. Немного не нажимает, ребятки, кнопки, но это тройка. От меня, по сути, ничего толком не зависит. От меня зависит это максимальное количество каких-то мувов таких, чтобы помогать союзникам и все. То есть, тройка это поддержка, но более такая тоже агрессивная. Поэтому пока душим урну. Я не хочу тратить. Давайте хил лучше завязаем урна. Она нам для того, чтобы подраться. Удачно нужна. Нужны дасты, ребят. Все, наконец-таки настало время, когда пора купить дасты. Дасты я купил. Все хорошо. Хорошо. Так, налетает у нас пак орбой. Будет связывать. Хорошо, связал. Но я пока не прыгаю. Хорошо. Бьем. Не бьем. Я понял. Не бьем, я понял. Худжу, урну. Хорошо. Это вам пацану тычки. Плинк раскачивать буду. Хорошо. Это тоже наш клиент. Этого тоже заберем. Замедление стопроцентное. Хорошо. 9 ассистов это очень много. 9 ассистов это очень много. Хорошо. Пойдет. Неплохо. Неплохая драка. На ассистах получается. Возьмем ПТшку. У ЕСа есть Аркана, поэтому возьмем ПТшку здесь. ПТшка. Хорошо. Отлично. Пойдет. Неплохо. Не теряться. Главное по замесу. У нас есть кому убивать. Керри убивает. Это главное. Керри убивает. Это главное. Не буду езжать. Даст. Не вижу смысла маны. Нету. Пойдет дальше. Заюзаю. Вылезет. Заюзаю. Все есть. Замедло. Там за замедло. Рикки Мару еще. Хорошо. Это наш клиент. Рикки Блинком запрыгнул. Задушил. Молодец. Хорошо. Отлично. Скрим давайте брать. Блинк в один раз взял еще дополнительно 12 секунд хотя бы немножко кд снизить. Вообще там можно до 9 секунд снизить. Давайте до 9 снизим и будем раскачивать скрим. Потому что в тройке тут... Ну, на самом деле я всегда раскачиваю ситуативно. Я вижу, что мне нужна мобильность в этом билде. Потому что я не такой живучий сейчас. Не на таких бустах. И поэтому немного мобильности мне не помешает. Давайте возьмем Глимер еще до кучи сейчас. Хотя какой Глимер? Там же и этот Бонти Хантер будет очень... Хотя и Феникс там тоже много магического урона. Поэтому... С двоякой темой. И Пуш там еще. Давайте Юл сделаем. Первый артефакт будет у нас Юл. В Хардлайне Еул. Получается первый артефакт. Потому что по-другому оно никак. Гоу. Туда душить есть. Соника. Соник Уэйва. Если фиссуру кидает, я попадаю. Хорошо. Ну это мой клиент. Но он умрет там. Умрет. Оу, еще от чего? С Десквайла он его добил. Хорошо. Ну там нож раскачанный. Там шансов нет выживать. 2 HP в целом. Хорошо. Дасты кончились. Но ничего нормально, кстати. Хорошие муга. Хорошо. 1100 HP сурно. Это очень много. Очень много. Для... Такого хлипкого героя. Это и хорошо тем, что все будет получаться четко. Но я не знаю. Рикимару стоит. Я бы мог прыгнуть, но я боюсь, он не даст тучу. Ученый, я боюсь, не даст. Оу, ГГ Феникс. ГГ Феникс. ПТ на силу. Я умру, да? Рикимару, братец. Братан, играй, пожалуйста. Что сложно в Нарике было сейчас прыгнуть? Просто начать. Получается, я стою, жду его врыва и... Ну, неправильная игра от Керри. ХЗ. То есть, я тут тоже... Ну, по сути, я мог вообще тут не встревать. Ну, вот тут парень бегает. Ну, да ладно. Не знаю, в чем прикол, зачем он так сделал. Будем знать, что он так делает, ребят. Поэтому не будем на него полагаться. Не будем на него полагаться. Вы скажете, он убивает, но он... Головы у него нет на плечах. Он просто видит, добивает и все. То есть, нормальный мув сейчас можно было сделать, он не захотел его сделать. Ну, да ладно. Да ладно, играем дальше. Ничего страшного. Буду знать, что он не будет прыгать на экстрас, чтобы так не стоять. Близко очень. Хорошо, вот так, Близко. Давайте Абадону отдадим хил крайний. Потому что от нас толку все равно как такового нету. Нет, умерли сейчас и драка пошла. Тяжелее в тройке играть, конечно, когда... Нет, тебя зависит. Когда вот знаешь четкие... Четкие мувы, как надо что делать. Тогда, конечно, намного легче плейть. Нежели чем когда на Рикимару надеешься. Которая только играет на стил, не на команду. Кучку даже вовремя не может дать. Ну, это такие погрешности на самом деле. Но что сделать? Парень должен играть на фул. Давайте возьмем дасты. Нужны дасты. Нам срочно нету дастов. Дасты нужны. Рикимара. Опа. Ну, пацан в таверну там улетает стопроцентно. Хорошо. Даже с ножа. Но не дают ножом добивать. Че вы? Гоу. Гоу, Тэшку. Че боитесь? Скрим берем, ребят. Не буду блинки раскачивать. Оу, пак. Да, хилимся. Живем. Хилимся, живем пока что. Мало хп. Квин оф пейн кнопку нажала. Ой, квин оф пейн. Спектр. Отойду пока. Хп под реген. Все, найс. Да ладно. Урну. Ну ладно, пуджу урну. Пак ушел, да? Пака догоним. Давайте возьмем блинк. Хорошо. Упака, походу, уже не догнать. Там урну я не успел накинуть ему. Хотя такие хп были лоу. Нагон на топ. Какие лоу хп у пака там были. Ага, вон кто там был. Опа. Да не, не заберешь. А вот ты, кстати, умереть можешь. Хорош. Понимающий. Да, ну хватит стилить. Ну серьезно. Вот строго мои фраги это были. Строго мои фраги. 14 ассистов. Это были строго мои фраги. Стилят, стилят ребята. По максимуму пытаются забираться. У меня сколько? Ну блин, сколько ассистов у меня? 14 ассистов. Это много. Это много. Строго стиль. Отъезд такой фиссурой застилил. Ну да ладно, дай бог вам здоровья. Так, хорошо, продолжаем. И продолжаем. Погнали на базу. Погнали на базу. Все, хорошо. Сейчас идем в команде и дальше продолжаем душе. Даггер у пуджа есть. Это очень хорошо для пуджа. Так, дасты. И ппшка. Все, идем дальше. Иулечек ждем пока. Соберется. Почти есть Иул. Почти есть Иулечка. По Рикемару напал. Писура далась. ЕС прыгает в пустоту. Забрали, пацаны. Молодцы. Пойдет. Понимаю. Дасты ему дал. Дасты, кудасты. Урн. Четыре урна. Ну нормально. Входим под тэшку. Ну жесткая динамика. Еще команда отыгрывает сейчас начала. Но каждый играет сам на себя в этой игре. Несмотря на то, что у нас вроде тут пятеро. Но в случае чего, какой нужной ситуации, не сообразят. Что, конечно, нужно нажать. Либо не доконтрить, либо не сообразят. Такое. Но ничего. Все получится. Вроде все нормально. Почти есть у нас Юл. Как раз от Сайленсов, от всякой прочей темы будем спасаться. Все будем делать. Не успела кнопку нажать. Ладно. Так, ну что, погнали в ганге. Да? О, Рикиман. Здравствуйте, товарищ Рикиман. Не, я туда прыгать не буду. Не-не-не. Не-не-не-не. Если сурку даешь. Сурку даешь. Сурку даешь. Стики даешь. Урны даешь. О, здравствуйте, товарищ. Товарищ на паке. Ну, у нас тот вард стоит. Вот тут в центре стоит. Топсер, скорее всего, стоит. Пак меня забрал таки. Задашил. Нормально. Килл раков. О, ну как раз таки, кстати. Как раз таки. Да, тяжело, тяжело, ребят. Сейчас Юл хотя бы будет. Сколько? 17 ассистов. Нормально? У ЕСа тоже 17 ассистов. Ну, ЕС такой пацанчик у нас. Серьезный. Как они? Повелители! Максимальный контроль. Максимальный контроль. Максимальный контроль. Хорошо. Так, варды будем ставить на тройки или нет? Не знаю пока. Пока не знаю. Так, ну что, Соник Вейв берем еще в разочек, конечно же. Решил тогда взять блинк, но это было не обоснованно. Ничего страшного. Ничего страшного. Так, берем вот эту штуку. Ждем. Хорошо. Каждые 9 секунд блинковаться, это очень хорошо. Так, есть и ульчик первый артефакт. Хорошо. У меня есть урна, вообще нечего бояться. Не знаю, варде что-то не очень хочется. Так, Пуджина Медуэ, это страшно. Нет, не пойдет. Надо уходить. Надо уходить. Пусть Рикимару тащит у нас. Пусть Рикимару тащит, он же керри. А мы тройка. А мы тройка. Ну что будем делать? Что стоим, афакашим? Дефиться будем? ЕС где-то без хп бегает. Делаем вид, что мы дурачки. Стоим на месте. Хорошо. Хотя бы хавили. Можно было напасть, кстати, за юлить его. Так надо было сделать, наверное. Но не уверен я. Есть там где-то путь или нет? Что, если я нападу без юли, я смертельно ранен буду. Наверное. Просто мне скажут, братан. Ты что? Наверное, посиди, кури. Рикимару башер взял. Хорошо. Апнут. Физиал. Физиал. Что это за юл был, не спрашивайте. Так надо. Так надо. Бунти-бунтир. Тут варды стоит. Тут варды стоит. Сто процентов. Есть Рикимару там. Рикимару соло туда полез, я туда не пойду. Далеко. Более, сейчас Рики не будет уже. Хорошочка. Беги, беги на Квинов Пэйн, как никогда не бежал. Беги, как никогда не бежал. Хорошо. Хорошо. Об, еще есть хил. Что есть, блин? Что есть, блин? Ну, мне трек, кстати. Хорошо. Все, нормалек. Пак нагнетает. Так, драка у нас с паком произошла. Нормальная. Хорошо. Ушли. Я от пака ушел. И от всех остальных ушел. Никого не забрали там, да? Но как обычно. Как обычно. Как обычно. Так, что берем? Next. Вообще тут Глимер желательно надо. Было бы хорошо. После Юла Глимер. Но тут и Линка тоже нужна. Давайте Линку начнем делать. Линку начнем делать. Видите, команда начинает ссориться. Никто не тащит. Тройки тяжелее. Но это если вы уверены, что у вас есть в команде такой игрок, который будет вам душить. То идите смело в тройку. Делайте урну и гангайте. И душите. Видите, у нас Рикемару и Есик. Что-то они какие-то очень странненькие. Такие. Такие пацаны. Такие пацанчики. Очень страшно. Выровняемся в игре. Чуть по гангаем, по роумим. Но пока идем ровно, потому что от меня тут особо ничего не зависит. Зависит от керри, зависит от общей целой команды. Если Рикемару так будет в пятерых бежать, то это гг. У меня же нету никакого дизейбла с Алла. Там я могу урон внести лишь и все. Урон внести. Линку желательно сделать. Арчит против пака. Вообще хорошо зашел. Но я тут не такой буст-фармящий персонаж, который бы сразу сделал линку там. Сделал бы Малаваленс. Потому что у меня просто нет возможности на это. Смотри, Рикемару в фит-контору. Хорошо. Так что это Рикемару. Охо, найс. Я на ультра завел, да? Хорошо. На ультра завел. На ультра завел. Найс. Отлично. Я на ульт развел. Получается так. На ультимайт развел. Лоджа боюсь. Конечно, вот что страшно. Вот что страшно. ЕС фиссуру умеет давать. Дайте ЕСу. Гайд. Это наш клиент. Хорошо. Оу, щит. Нормально. Так вот продамажим чуть-чуть. Отойдем. Лучше там бедненький будет сейчас потеять. Некр, молодец. Поехали дальше. Оу, на тпшку ушел. Так, ну что, ладно. Я понял. Если у нас никто не вардит, значит варды идут к нам. Сами. Саппортов у нас нет. У нас Queen of Pain. А побегушках будет, походу, ребят. Погнали по этому. По вардим немного. 30-ая минута. Первые варды возьмем. Потому что у нас ЕС. Керри особой важности. Такое. Ну, стеб. Чисто стеб. Что тут сказать. Хорошо. Так вот обсервит. Бахнем. И ульчика есть. Это самое главное. Да, на и ульчика. Проденс на пакет. Понимаю. Понимаю. Так далее. Что? Сюда куда-нибудь вардик сейчас ткнем. Вот сюда. Так вот сделаем. Отлично. 2-300 имеем, кстати. Будем линку делать. Вообще лучше БКБ сделать. Я считаю. Что даже тут БКБ. Чтобы Феникса, Молния, там БКБ что-нибудь такое сделал бы даже в хардлайне. Так сказать, на макро понимании. Что нам нужен. Феникса, если будем сбивать, тоже будет хорошо. В рекимару как 14 уровень уже тереку. Непонятно. Ну да ладно, фармим дальше, саппортим. Саппортим, ребятки. Что делать? Линку надо. Линку. Линку. БКБшку. Чего-нибудь такое хочется. Очень хочется. 2-700 у нас по золоту. Блбайт. Вообще арчит тут нужен. Прям очень хорошо бы арчит зашел бы. Прям вах, Вася. Вот так вот бы зашел. Бак спокойно фармит. Ну надо ждать рекимару. Ужас. Блбайт. Хорошо. Я тоже должен уйти. Вкусненький пацаненок вот это. Хорошо. Заработали себе урну. Урну заработали. Бей. Вкусно. Вкусно и гоу бэк. Слышали крик, кстати. Без ультимейт. Блбайт. 3-700 имеем. Да, там пак душит. Пак душит. А бам, брат. Нет. Амадон погиб. Как храбрый. Так, ну что. Хорошо. Хорошо. О. Отлично. Отлично. Что, хекс тогда можно будет сразу сделать. Наверное. Против пака. Хекс. Будем душить. Почему нет? Против пака хекс. Золотишко есть. Можно хекс попробовать сделать. Сразу ферстон. Будет очень много импакта от него на самом деле. От хекса. Тупо сразу хекс. Можно доделать линку, в принципе. Но линка против бх не поможет тут в этом дело. Тут еще и пуч, как бы, в этих делах. Моменты еще. Ты шо? О, я тебе кину. Ох, ничего страшного. До свидания. Прикольная гадка. Гадка. Прогадка. Хекс. Хекс. Забавно так с пуржом сейчас. Поюлились немножко. Немножко поюлились пуржиком. У Абаддона серьезный артефакт. Сулбустер. Это очень круто. А Акторин это еще круче. Но на Абаддона Акторин без радиенса и молнии как-то... Ну... Это вообще стандартный такой билд с Акторином. Это молния и... Радик. Это прям вообще по кайфу. Так, ну что. 4 700. Ну это хекс будет, ребят. Я морально готов хекс купить, чтобы... Вносить как можно больше саппорт импакта. То есть хекс это такой саппорт артефакт, который будет помогать. У меня чуть-чуть до хекса остается. Чуть-чуть совсем. Это настоящий, да. С хексом я смогу уже пак оконтрить. У него ничего там нету. Поэтому надо. Я считаю, что нужен. Хекс чуть-чуть. Хекс чуть-чуть. Хорошо. Пак вот тут вот. Если чё. На тп ушел, да? А нет. А нет. Гоу. Вот так вот сделаем. В. Ну почти хекс есть уже. Почти хекс есть. Копейки. Да можно куру уже себе отправить. Раздофармли тут пару крипов. Хорошо. 100 и хекс. В боковом магазинчике. 100 и будет хексулем. Хекс тоже в тройке. Но нормально. Это отличный. Сейчас в этой игре тем более. Тут хекс просто must have. Хорошо. Can I help you? Есть хекс. Хорошо. Хорошо. Так. Чё там по вардикам? Давайте в вардики. 6-3. 20. Найс. 20 ассистов. Это очень жестко. Очень жестко. Так. Погнали. Кого ищем? Хекс есть. Можно поесть. С Рикимару в паре. Мы сейчас килл любого. О. Спека тут. Ладно. Отходим. Понял. Понял. Вот он душит. А Абадона душит. О. Настоящий феникс же есть. А это настоящие. Вон стики пополнились. Дай ему рипера. Хорошо. Ага. А вон пацаны бегают. Сейчас еще задушим. Но хекса не будет. Пока что. Ой, как хорошо. Крикнул на пацанов. Товарищ Пурш, стойте. Дайте урну хотя бы накину вам. Это гг там, пацаны. Смело. Хорошо. Хорошо. Ах, серьезно. Осуждаю. Но это ножик зарешал, который я в крипа кинул. На самом деле. Ножик немножко подзарешал. Того дэмэджа, возможно, не хватило. Возможно, того дэмэджа и не хватило. Так, ладно. Хорошо. На самом деле, с появлением хекса уже, как видите, игра немножко так полегче. Стало феникса там законтрили, тут этого законтрили. У пака сейчас серьезные проблемы. Ему нужно что-то от хекса. А мне нужно что-то на некст придумывать. Что-то прикольное. Можно, кстати, лотус сделать. Лотус очень хорошо будет помогать тем, что там ВХ метка. Метка он может сам на себя накинуть. Первый и второй момент. Мы очень легко можем эту метку снять с помощью лотуса. Как раз таки я, как тройка, могу это собрать. Могу некров, кстати, собрать. Некров. Так как там баунти хантер, у нас не всегда будет вижен у него. Можно попробовать некрачей бахнуть. Так, рекимару у нас тут. Интересно-интересно. Хан, я думаю, он там не один. Ну давай попробуем. Хорошо. Опа. Феникс походу покидывает нас. Покидывает. Походу покидывает Феникс нас. Ну, кстати, игра идет к своему логическому завершению, я смотрю. Потому что мы начинаем выравниваться. Без Феникса у них вообще шансов нет, в принципе. В принципе, нет шансов. Сейчас хекс дам, походу. Хекс даю. Просто не уверен, есть тут кто-то еще из оппонентов или нет. Сразу хекс на развороте даю и давайте убивать. Что делать? Ждем опять-таки, кикать не буду. По правилам. По правилам будем душить. Ну, надо сейчас опять-таки закупиться вардами. И попробовать уже более агрессивно отыгрывать. С чего ты взял, что он вылетел? Может просто залагал. А, это иллюзия вообще. Лол. Вот оно что. Вообще иллюзия. Ну, дропнули, ребята. Феникса. Ну, без Феникса у них вообще шансов, мне кажется. Очень мало. У Феникса вообще мало шансов у них. Так, ну что. Вардик один есть. Один вардик есть. Сюда откнем его. Можно поставить, пожалуйста. Вот так вот, хорошо. Так, есть у нас вот такая кнопочка. Мистик купил себе пак, но будет делать, походу, этот. Дарим. В паке, парень. Так, ну я подставляться не буду. Что, в гем взять, что ли? Гемы, не кратчей. Да что было сейчас? А, ты скоил? Я думал, рипера дал. Рипера дал. Пацаны, ну я начинаю вам драку. Почему бы вам не помочь? Печалька. Ну, нормально, нормально. Забрали. Хорошо, я драку хорошую начал. Оу, байбек. Ее, сбахнул под себя. Молодецик, молодецик. Бодро-бодро выглядит все это дело. Отходим. Я понял, не бьем. Хорошо. Ну, прыгать туда... Суицид. Можно вижену немного. Танк на швачке. БКБ купи, не нуждайся в танке. В чем проблема? Вот в чем проблема игроков, которые, ну, не очень сильно шарят, ребята. Они думают, что им должен кто-то танковать. Купи БКБ. Я вон вообще в роли инициатора. Хотя я, как бы, ну, тоже не сильно должен нападать. Но, как видите, нападаю. Хорошо, такая вот ситуация у меня игровая. Потому что, ребятки... Так, вот как-то пойдет. Глимера ушел. Хорошо. Так, что берем? Есть у нас 4К еще дополнительно. Некрачей, наверное, возьмем. Я так думаю, некрачи нам помогут. Тут ВХ, обзор. Плюс пуш дополнительно. Потому что мы как-то у нас не получается. Не удается у ребяток. И может Рикки Мару БКБшечек купить БКБ. Рики, купи и не нуждайся. Не нуждайся. Так. Пишем пацану. Парень не хочет, наверное, БКБ брать. 40-ая минута. Профит такого пика БКБ обязан быть. Вы шо? Ля, ППшка залагала какая-то. Все, пошел он БКБ собирать. Молодец, кстати. Я даже тут сам, на самом деле, тоже подумываю насчет БКБ. Там пак еще этот. Чничпак. Этот вот весь. Так, Дарин. Нормально. Так, ну что, по некрачам, по-моему, 5200. Да, 5200. Давайте возьмем первую пачку некрачей. Помогут они нам тут по-любому. Потому что нам нужен будет детекшн. Там еще и парнишка на этом. На спеке Глиммер забрал. С Феникса, который покидывает каточку. Покидывает. Покедовая, говорит. Как говорится. Хорошо. Что мне не нравится в скриме, это то, что он со временем очень сильно проседает этот спелл. Ля, спектра все отправляется на рипера, да? О, нет, еще живая. Нормально. Ну, хороший блин, кстати. Четкий. Возможно, сейчас ребята там сфидят, да? Без меня. Ну да. Что-то уже идти. Здесь смысла нет тоже. Нет смысла уже идти. Сейчас сникрачей возьмем. Дофармим. Доковыряем. Доковыряем, как сказать, дофармим. Варби снимают. Хорошо. Варби я купил. Сейчас еще рейси 5.1. Игг. Еще что-то дополнительное. Наверное, какой-нибудь БКБ. Я даже хочу БКБ сделать. Все, идет курьер у нас. Хорошо. Я чисто такой на поддержку собрался. БХ-шка. БХ мы изи убьем под некрами. Давайте, можно даже первый фраг оформить, если вдруг он сейчас вылезет. Просто налетаем. Даем за медло. Хекс. Очень быстро на этом герое надо прокликивать, поэтому после проблем у этого героя есть иллюзия, да? Дай, пожалуйста, вот это кинуть. Хорошо. Отлично. Отлично. Ты дурак. Просто вопрос задам ему. Вы видели, что он сделал? Он прыгает в баунти хантера, которого я стопроцентно убиваю эхо слэмом. Ставь лайк, если ты такой ершейкер. Найс. Хорошо. Ну, дай бог здоровичка, как говорится. Такому ерсбруйкеру. Пожелаем здоровья. Настроенечка. Найс. Некрачи уже себя показывают в лучшей форме. Некрачи это вещь, пацаны. Некрачи это вещь, не забывайте. О, низ и рошу. Какой мид. Мы не зайдем в мид. ГБКБ еще нет. У тебя надо, Егис. Их три. И что? Что? Крип. Смеется. Смеется, пацан. Дайте я мутому пропишу. Хорошенько такой. Иди бей, рошу. Как ты говоришь. Рошу. Профессионал. Плеер. Нарики Мару. Настилил фрагов. За счет команды. Считает, что хорошо играет. Хотя даже БКБ нету 44-й минуты. АЕГИ сейчас возьмет, куда другая игра будет вообще. БКБ нету, вот это ошибка его. Рики. Рики, дайте АЕГ. Господи. Господи, как сложно, когда не на керри играешь. Ребята вообще не понимают, что нужно делать. Смотрите гайды, пацаны. Постоятельно рекомендую. Потому что это жесть. Такой банальщины, не знаю. Так я пошел на топ дефиться. Там Пуцк еще, да? Упака, кстати... Ну, нет, я его не убью. У него хекс тоже. Надея. Можно вопрос задать. Хорошо. Надо вард деф поставить. Деф варды. Хорошо. Как бы тут мне БКБ не понадобилось. Скорее всего, тут Блэкинг Бар надо будет делать. КПшка. Пак понизу пойдет. Да будет сплиты играть. Сплиты это дело интересно. Это респектовочка. Да, хорошо. Отлично. Плохо, что на самом деле там Феникс покинул игру. Потому что... Ля, у меня блинг на месте срабатывает. Короче, я заметил. Плохо, что он вылетел. Вылетел. Потому что... Сейчас не на комбойт фармится. И в принципе баланса нет уже. Они по артефактам сейчас будут очень сильно одеты. Вот так вот сделаем. На СТПшка что-то багнулось. Непонятно. Как эффект. Че, не короче, поднимаем на Тэшку? Или будем ждать? Давайте не будем поднимать. Иллюзия нету настоящей, кстати. А че бы вот так вот не сделал. Но я захексил, где наш Рикемару? Господи, дай Рикемару, блин. Понять, как доту играть-то. Я умер, да? Гаги, ребят. Ребят. Хекс дал, там. Не хочет он прыгать. Капешка. Печалька. Иц, печалька. Че там, 5400 по СТ. Баунти Хантер там не сильно потеет, на самом деле, над каткой. Ге-ге, вот оно. Понятие. 18 фрагов, мозга нету. 46-ая минута, нет БКБ. Это печаль. Будем дальше пытаться играть. Надо было не короче все же поднять. Ну а толку? Эфскейпа нету. Ничего нету уже. Пока Рикки БКБ не купят, мы ничего не сможем сделать. Рикемару нужен урон. Рикемару нужен урон. Хоть какое-то. Хоть какое-то. Смягчение урона. Магического. Что там, 6 секунд, кто резается? Рикки, ну давай. Показывай, как Пака убивать. Ну на самом деле, изи. Просто БКБ нету у пацана до сих пор. 47-ая минута. Это минус мид. Понимаю. Понимаю. Тэшка на силу. Что делать? Единственное, кого мы можем убить. 30 ультов. К сожалению. Нали низ. Пак уже на низу. Аф-1 опять не работает. Господи. Айси у меня. Не понимаю, почему иногда Аф-1 не работает. Вот такое. Мне так это очень такое. Сейчас бы блинками в крипов прыгать. Прикольно, Рикки. Прикольно, Рикки. Но вот в стадии лайнинга, друзья, выиграли. Среднюю игру выиграли. Начинаем лейт просаживать. Потому что у нас Керри, к сожалению, не имеет головы. И нет у него до сих пор артефакта, который должен ему помогать выигрывать. Поэтому, друзья, это очень плохо. Считаю, что это очень сильно может подкосить игровой процесс. Очень сильно. Постоянным нужны варды, нужна агрессия. Нужно как-то выцеплять их. Пытаться задушить, выигрывать. Это вот по-иному, но нельзя. Надо, Рикки, чтобы нашел кого-нибудь. Я видел эту контору, захексил и задушили. Вообще-то. Это очень плохо. Ладно, деремся. Хорошо. Отлично. Барбер. Убираем. Тут байбек. Это плохо. Б. Не зайдем мы. Там байбек. Не зайдем мы. С байбеком не зайдем. Варт тут стоит 100%. А на базу нет смысла что-либо делать. Нет смысла. Так, что-то надо делать на керри. Потому что у нас как-то все плоховастенько. И, короче, абсолютно неплохо. Ну так, ну все ушли, а там пацаны остались. Ну вот классика жанта. Зачем? Зачем? Господи. Не понимаю, зачем они там дрались. Вообще не понимаю. Да ладно, не мое это дело. Не мое это дело. Так. Ес. На миду. Я на топе. ТПшка будет. Наверное. Хотя ТП скорее всего в КД у меня. Погнали пешочком. Ну пешком тоже быстро дойду. That's good. Go. Что, вы будете дефиться? Ес. А ты можешь эхом ворваться туда? Братец. А я разбруйкере. В своем. Ес может только в лохопов по ходу прыгать. Если бы сейчас он взорвался, мне кажется, убили бы. Я бы поддержал эту контору. Так, печалька. Так, печалька. Так, печалька. Так, печалька. Господи, все линии у нас кушатся. 4 варда есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Как все плохо. Что там в реке есть БКБ. Все заряды у него кончились. Пацанянка. Заряды кончились. Хорошо. Погнали на руну. Немножко поймаем. Че у нас там? 19-й лавел реки Мару. Странно. О, 20-й. Молодец. Хорош. Так, 5к золото имеем. Рошан еще один появился. Можем, если нарушить, поделимся. В том, там успехи ничего нету. Снаружи подеремся, это будет очень хорошо. Будет очень-очень хорошо. Хорошо. Володя есть? Можно поесть. Рикки. Дайте АЕК. Выложи щиток. Уже 52-я минута. До сих пор со щитком бегает. Господи, Абадон опять собрался брать. Ну дайте реки Мару. Ну за что это такое? Все, нормально. Пусть два раза умирают. Абадон и так не умирает, в принципе. Так. Вот тут проблема на самом деле с покупкой крайнего артефакта у меня. Я не знаю, что попало. Вот реально. Акторин дефолтный. Сделать. О, у нас блинг опять на месте. Вы видели? Классика. Акторин дефолтный брать. Спека на низу с Тараской. С неприятно называется такая ситуация. Когда у спектра Тараска появляется. Акторин пока. На рипера вовсе. До свидания. Некру бы огони, манекерас. Как было бы хорошо. Вайбэк сразу же пак. Так, вардики я под расставил. Вардики подрастал. Чего тут жестко не хватает нам? Все вроде есть. Идем к тенис дефить. Лови интернет. Вардики сняли. Сейчас, не кратчей там подниму. Не кратчей. Опасно сейчас туда идти. Нет, нормально. Отлично. Отлично. Вот так вот сделаем быстро. Хорошо. Отлично. Отлично. Это иллюзия или настоящая? Это настоящая. Это настоящая. Если его убьем, будет очень хорошо. Мекр, огоним, полуза, сделай. По миду 50 сек. Круто. Миду пойти. Спека на топе. Пак тут будет сейчас дефицит, наверное. А, пак тоже на топе, да? О, мид. Мид на топ разменивать не очень хотелось бы. Я не знаю. Они нам топ сломают намного быстрее. А че я там за дефу? Я там не за дефаю, кстати. Пакдор система работает. Да хорошо. Я на топ иду. Экс тоже дал. У меня юси. Хорошо. Соло. Соло. Акторин дает мне жизнь. Хорошую. Пойдемте купим. Тревел. Срочно. Надо тревел брать и лететь туда, ребят. Очень срочно. Берем тревел. Все, полетели. Хорошо. Опа. Отлично. Хорошо. Что, минус в сторону делаем? Да ладно. Молодец, Рикимару. Как купил БКБ, сразу начал хоть что-то делать. Отлично. Пойдет. И низ можно смело. Низ, низ, гоу, низ, низ. Трон мы не успеем. Пак слил игру. Да, пак на топе отдался. Сейчас нехорошаем. В данной ситуации. Получилось. Но они, короче, все-таки делают свое дело. Помогает и подпушить хорошо. 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 Сейчас вместо урны можно что-нибудь сделать полезненькое. Вместо урны. Вместо урны там уже не знаю, что это дефолтнейшее надо делать. Не знаю даже. Так, хорошо. Сейчас будет уже некрономиком. Три секунды. Взбивай. Вот это дело. Все, крончик. Хорошо. Хорошо. Сейчас задушим, пацана. Или нет? А, вот настоящий лоб. Пойти. Че, гелбэк? Бро. Стой, некрономикам делают свои дела. Хорошо. Ох уж эти, некрочи. Так, где вот эта настоящая, да? Вот она. Вот она. Опа. И ульчик. Экс. Сразу ему. Так, ну я погиб все равно. Ну, ста секунд. Ничего страшного. Ничего страшного. Б-б-б. Парни. Тушите базу. Пойдет все равно. Ситуация нормальная. Минус две стороны им сделали. Главное, чтоб сейчас не сломали. Да беги, беги. Беги прямо. Зачем ты мансуешь от нее? Тебе одну тычку, да? Замедлит щиток, да? И все, эггэ. Хорошо, ульта есть. Такое. Так, ну что, 60 секунд. 60 секунд. Че, пак нам топ будет ломать? Байбэк ЕС сделал. Я ЕС... Я байбэк езать не буду. Байбэк ЕС и ест. Нормально. Будем дальше смотреть на ситуацию. Спека прилетел. Это плохо. Тип Глимер. 40 секунд. Че, придется байбэкаться? Да, они заходят на хайграунд. Так вот, соло. Заходим с некрачами душем. Я не знаю, почему так сложно. Команде это делать. ЕС, что за фиссуры, братец? Да ладно. Го вот этого пацана. Даю ему юл. Он уже отсюда никуда не денется. Еще один юл. Хорошо. Отлично. Все, го, спеку ищем. Пришлось байбэкнуться, ребят. Но я вижу, что тут без меня, но никак совсем. Мой контроль все же очень много дает ребятам. По-другому никак, видимо. Видите, вот так вот оторвала. Лечу. Некрономикан будет. Можно будет на низ полететь, кстати. Хорошо. Хорошо. 47 секунд. Некру аганим. Жесть как нужен в этой катке. Мы бы уже выиграли, если бы у него был аганим. Так же, как у Рикимару БКБ. Если было бы, уже бы закончили эту игру. Не заберешь ты меня. Не заберешь. Что ты хочешь? Это иллюзия. Это иллюзия. Это иллюзия. Взбиваем Тараску, пацаны. Это хорошо. Просто мозги мы делаем все. И крипы сами задушатся. Все, погнали, быстрее. Господи, атак, ЕС, вон он. Подходим. Я умер, да? Боже, что я делаю? А, нормально. Вот, еще и тут. Отлично. Ну вот, теперь нормально. Ребята поддержали. По кайфу. По кайфу. По кайфу. Законтрили такие эту катку. Найс. Выпатили, господи. Ну, Рикимару отдать должное с щиточком на 61-й минуте. Все-таки молодец. Получилось у нас таки его победить. Оппонентов. С Рикимару с этим. Оу, щит. Успею отблинковаться? Успел. Хорошо. Хорошо, что успел. ГГ. Тяжелая катка, друзья. На самом деле, когда доверяешь лейт ребятам, которые менее опытные, очень тяжело, потому что видится играть совсем с другой стороны. Но, тем не менее, мы все равно выиграли. Вы сами все это видели. Если бы Феникс, конечно, не вылетел, было бы намного, конечно, интересней. Но, тем не менее, такая вот хардлайн катка у нас получилась, друзья. Next катка уже пойдем в керри. Более такая тоже серьезная игра. Уже будем душить соло. Ну и, в принципе, поехали смотреть next. Опа, друзья, загружается у нас катка. Сейчас будем третью. Мид идем. Мид идем, ребят. У нас третья катка. Керри, Квин оф Пэнт. Сейчас будем собирать что-то типа... Дизалейки раз и тому подобное. Будет очень интересно, поэтому... Поехали. Этот билд тоже рабочий. Ну, я не советую вам его, в принципе, собирать. Его нужно собирать ситуативно. Если вы видите, что вас никто не может раздамажить, почему бы и не собрать? Почему бы и не собрать? Если у вас нету ребят, которые раздамажат... Это изи. Изи. Там даже ПГГ ВС есть. А вы говорите, гайды неинтересные. Вивер. Ну, у нас Арчит будет под Вивера. Пикераса будет еще. Пикераса. Вивер Арчитовича. Нормально. Будем душить по-страшному. Ля, теник там уже. Ля, начинается. Ля. Весело. Мум там у нас есть еще. Мум, да. Мум Райзер там. Вот это все. Хорошо. Так, ну что, взяли еще Найкс. Найкса с руки будем убивать. Сатаник сделаем тут в этой катке. По-любому. Сатаник будет. Какой же Керрия. Квин оф Пейнт без Сатаника. Будет очень жесткая катка, друзья. Жесткая. С пуджом. Но через нож будем тут. Не через блинг. Если пудж под замедло. Нож. Нож. Хорошо. Это наш клиент. Опа. Есть. Сбиваем. Не сбиваем. Надо убегать. Бежим. Бежим. У меня паук лезет. Опа. Не надо сбивать хил. Схил сбивать не надо. Гоу. Душить будем. Нормально. Давай-давай. Зажмем. А что ты не хочешь? Давай-давай-давай-давай. Зажмем же ж. У меня уже нет ничего. Хорош. Нормально. Во. Хорошо же. У меня же ничего нету. Пойте хил перенесем себе сразу. Нормально. Такие стартовые драки. Мне нравятся. Стартовые драки. Мне нравятся. Самая дикая рука. Самая быстрая рука на Диком Западе. Ля. Самая дикая рука. Пойдет. Нормально. Сделали два фрага. Жаль, что два ассиста. Но ничего. 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 Продолжаем. Так. Что мы будем тут брать? Дефолтный арчит будет по-любому. Дефолтный арчит. Кто там на миду снайп? Со снайпером изи будет стоять. С третьего левела он тут стоять не будет. С третьего левела снайпер покинет эту линию. Хорошо. Хорошо. Хорошо, что он сразу принялся. Делает такие вещи. Как раз, с третьего левела. Го. Хорошо. Хорошо. Но этого тоже добить будет прекрасно. Не добил. Это значит плохо. Сейчас третий левел, да? Летс го. Оп. Есть. Хорошо. Хорошо, погнали. Раз. Два. Но ты умрешь, со мной драться будешь. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Ой, братец. Я бы левнул на твоем месте сейчас в этой ситуации. Это жесть. Это жесть. Скрим дальше, наверное, раскачивать будем. Ножик в двойку. И со скримами будем играть, ребят. Со скримами все-таки поприкольней. Ну, стадия лайнинга заканчивается, скримы жесть как помогают. Но скрим, конечно, в двойку такое себе. Скрим в тройку тоже такое себе. Вот в четыре сразу это пушка. Четыре сразу это пушка. Четыре сразу скрим это пушка. Нормально. Снайпера принизили немного, это санкинка на топе. Ага, умирает у нас почти тени. Снайпер все, отошел. Ну, как я и сказал, с третьего левела снайпер уйдет у нас в линии. Хорошо, погнали. А что там, лесничок есть? Да, на X лес пошел. Душим сразу, пацана. Ангусики пусть кушает. Линию сейчас надо отпушить, ребят. А то так не получится у нас. Линию надо отпушивать. Опача. Снайпер сам отпушит эту линию сейчас. Шрапнелью. Хорошо, вот он нанес, да? Хорошо. Молодец, шаман. Найсганги. Скрим берем. Пригодится. Пригодится скримчик у нас. Хорошо, поехали. Опа. Сапожочек бы принести себе. Сапожочек идиот. Тпшечка. У тебя есть у нас все. Что там, братец на шамане? Чего хочешь? Тупо, я уже сам справлюсь. Спасибо тебе. Деда комиссионного забрал, походу, да? Типа, вот я тебе ганганул, фраг забрал, вот дай мне деда комиссию. Чтобы дед комиссионный был. Забавная ситуация. Дед бегает за дедом. Смотреть онлайн без смс-регистрации. Лол. Отсудительно, да, по-моему? По-моему, отсудительно звучало. Хорошо. Скрим уже, оп, посильнее бьет. Сейчас просто у нас уже руна будет. Надо чуть-чуть поддамажить и восполняться. А сейчас вообще Соник Вейва будет. Соник Вейва. На Соник Вейв берет очень много маны на раннемся в левеле, поэтому... Ай, спусть линия пушится. Так, опа. Рунка. Погнали, 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 погнали. Смотрите, он сам отдаётся. Восполняемся. На Соник Вейв надо восполниться. Должен умереть. Ещё два тика будет. Синюй умрет, конечно, это фейл. Дайс. Хорошо. Это не фейл. Всё, верно. Слышьте, у нас вертолёт проснулся. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Каждый день летает. У нас тут полигон рядом. Ну, как полигон? Взлётная полоса. Повардик. Типа, знаете, аэродром. Военный. У нас тут постоянно гиролёты летают. хорошо это не снайпер не завидую ему стоять так поисквин и тяжело сейчас вар куда-то поглубже поставим чтобы видеть вы видите лучше погнали на низ братец тоже ботов давай я возьму меня меня больше больше возможности раздамажить вообще по лесу надо пройтись так мне нету но у гостю дата почему нет да почему нет а тот фук хорошо отлично скрип 4 все можно подфармливать ребят не забываем про дефолтный крипстат стараемся его держаться крипста то этого хорошо актив как а нету актив кингов на то пешком кто там хейс забрал да кто-то санкинг надеюсь успею забрать успеваю ух нифига я там под короче не прыгнул ладно чапой но патча могут быть проблем у меня сейчас там еще будет но ару нет ару долго конечно умер да и все равно ситуативно задушили зря я все-таки . мы не дал хотя не знаем она была у меня нет я не обратил внимание блин к нету просто бежать сфокусированным на на движении на том сколько времени осталось до того как она кинет ару ничего нормально хук кушать не сможет в сетке после сетки сможет хорошо хорошо пойдет на первый раз дохли ничего страшного друзья возвращаемся на центральную снайперу сейчас еще раз отомстим за то что умерли все будет пушечна поехала сразу час на бесплатную ману а уж рабочий пуль говорит 135 сек кд ультимейт братец и шо и ясно но я не я если ару не поймаю куда тут уже не вариант был отходить я не я если ару не поймаю и подержи в курсе держи в курсе и глотай отман скоро арчит у меня будешь хороша рун а шару на голос инвиза подойдем кинем качаем блин почти 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 она была меня дождаться я бы замедлил ее хотя бы до смерти хорошо нормально пока ровно все идет ну пуш роумище хороший парень соображает что нужно делать бегает роумит это отлично когда есть ребят который соображает у нас макс там еще где-то леса ковыряет давайте товар не будем сильно ломать потому что нам еще нужно арчит выформить до того момента как товар упадет снайпер еще несколько раз зафармить нормально вот она шо дота на самом деле вот она шо дота самый душ от queen of pain онлайн без с регистрации хорошо только не я дед пострадал из-за меня гол на базу погнали бакл зарядим сейчас у нас там почти уже есть дополнительный кварт и став для того чтобы собрать арчит и уже будет намного прикольно счетом кстати 1488 у них правил да у нас 14 нормально пока лидирует фарфистан гу а то ты много фарма говна бесплатно ману фарм за фармин хорошо бесплатная мана есть бесплатная мана это когда ты типа но влетаешь и ботал еще разочек юзаешь но он пополняется типа считается как будто 1000 на базе кстати я могу умереть я носил отходим алька я хп потерял я с этого мова нормально бывает пуджик таггер лесочки колотим ребят торчи до дорчи там но в линию с каста нам много делает хлипенький герой такой queen of pain на самом деле блинка нет вообще страшно становится сразу сколько кстати 56 крипов но кстати я не сделал крепстат но я начал выгонговывать сколько смотрите у меня 8 на 1 сейчас очень хорошо даже сказал на счет этого крепстат просел но он поднимется этот крепстат в любом случае есть кура хорошо есть у нас орчит мид у нас падает миксевич фармит амунлайт онлайн табр дать задинают задинают иди нают пока мы ждем мы ждем хорошая руна оборди нают да будет быть иди наете опасно да так блин к нету смысла подходить случайно чуть на этого не нажал серьезно я уже говорил я не я если аропа и не поймаю ребят вы это видели я не я если аром не поймаю вы сами это все видите прекрасно я собираюсь блинкануться в меня инстару залетает я выхожу в это время с инвиза вот и все все секреты он айкс с армлетой армлет надо варды в лес а из нас видел я знатно конечно теору это погашка не души с опять аропа улица не будет не уверен я в таких мулов мулах тени гурадец кнопки там есть у тебя у нифига ты нашу дота хочешь что видели тени чувствую я не знал что туда хорошо жесть меня на силу и песка просто на силу и ару и санкинг душа ару и санкинг душа стань просто от санкинга 3 6 скаком немного дэма жена у стик возьмем и варды купим шаман не покупает почему-то странно странно очень странно лаги самое время полагаем чуть давайте это мой интернет самое время полагать все побежали быстренько все хорошо цвета . и все будем сейчас аккуратно вообще не будем прыгать 6 я такой на самом деле уязвимый их кнопкам пауки запрыгивает gg стан гг стан гг 6 на самом деле тяжело бы тяжело но ничего это керри билд сейчас кираса кираса сатаники и погнали кираса сатаники бкбш кираса поехали варды сейчас поставим еще в лесу на бесплатную ману не получится у нас тут ничего сделать блинк раскачали все хорошо зафармим сейчас тему вы ночью кстати у нас были все могут плачевны я кстати хотя очень мало 1000 хп типа это смех уран поэтому умираем не успевай ничего сделать сашку убили погнали варды парт сюда поставим вардецкий хорошо хорошо отлично пойдет на топе весело до топе весело макс с руки интересно будем убивать то сейчас на x сильнее перри фармливаем мы его ли перри фармлива так бы про перри фармим ли мы его там не язык заплелся пока ковыряем лесочек чарестница сруна еще вардик поставим погнали там мяско какой-нибудь найти бы убить снайпер например оба вон нашли побежали вот мы опам онлайн поля не попал не попал прикиньте если попал бы скримом я бы скорее всего на напал бы дальше пробовал что-то сделать снайпер мяско скриму завязаем тогда хорошо кто там у нас шишер 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 хорош там пушку гону отлично там прямой хук по сути там больше некуда деваться больше некуда деваться там пойдет так и раз и раз я надо на хп что-то давайте сначала хитпоинты какие-то хитпоинты линку блин можно сделать забрали фарм пацана линка на линка от чего от таргета какого-то тут не получится что-то меня душишь душе линка тут не нужно скади можно степать искали начнем делать скади первый артефакт будет как раз на жир потом сделаем кирас уже чтобы можно было душить как-то кто там у нас снайпер латс гал снайпер там барды есть на руне барды есть снайпер сразу ушел в лесочке посидеть поехали руна как раз утушить забит хорошо шишер шишер для я так сильно коверкаю на самом деле персонажи что это жесть наверное какой-то парень если зайдет да ну серьезно я умею я практикую господи вы видели дерьмо я не я если не ловлю ару запоминайте я не я если не ловлю ару братец но там загрызет он нафиг этот пацан по ее еще вивер нет не подстался не туда я дал да и правильно оценивать ситуацию не туда я дал он нормально разобрали пойдет пойдет могло быть и хуже на самом деле отвратительно я ловлю ару это жесть просто нужно нужно записывать такие моменты и показывать детям старости смотрите какой я был везучий по жизни по жизни датерской тупо но вы сами видите все ребят я не знаю я только хочу что-то сделать полезно уже вижу ару туда нажимаю уже все гиги по кд ладно это орать можно с этой фигней всю жизнь если хотите меня выиграть ничего не надо делать берите потому просто и все ару я сам буду ловить не переживайте с вами я у мамы ару ловлю только так не поняла где моя маска почему хп не регенец нажми f вы слышали три раза нажал пик тык и не нажимается кнопка почему я думал мне казалось вот я играл короче игру недавно очень жесткая игра ну а там тупо 1 на 9 было тупо 1 на 9 было там и короче я пока бежал вот звук такой так есть звука нету кнопка не жмется почему потому что это был что это лаги а криги ним ся от мега геда хорошо мега г пойдет нормально отрегениваем ся отрегениваем ся нормально потом на топе есть у нас снайпер тока до снайперы а шишер поехала на низ нет руны нету кстати нормально щас вы фармим скадис взял доминатор чтобы можно было обхиливаться нормально по кайфу удушить кого-нибудь nikes например nikes и изи будет на самом деле них везде варды стоят под мах позвал дай смайлы обиджама говорит шаман пришел о зачем на меня кидаешь а я понял вылазит убиваем знаю чем ты думал когда шел ой-ё-ёй-ёй-ёй ой-ёй-ёй и нас нет ни нас вот идем чтобы на вставочку надо что то еще сделать надо перифармить на вставочки для там ворвались жесть на x пошел отхиливаться жестко на укусит его путь заберет соберет там визе тени в туман войны прыгает я не поняла второй раз уже так табан подписать буду если там тени софтом с каким-то походу и не походу с каким-то софтом хорошо а у дэцки байки за пальчик так 2 500 имеем нам нужно знаете сколько 275 2 100 и 1200 пока драк нету мы фармим все удачно с блинком быстро фармиться но тут стан только давать уже попытаться отойти отчеты на него бежишь обратно потерял контроль сын кинг на 2 800 имеем наберу нужным отма с онлайтом успевает варда успевает хорошо имба варда дефолтный вард имба варда тут будет шо отлично чё там с курой и них давай разбираться вещь с кадина то есть ой 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 там пуджа убивают а из пудж видану так хорошо эту штуку искать на базу а шаманы спешит этом драка да все поможем пьем слухи чисто инсофишинг тайна поможешь буду драться пойдет пойдет ну почти на вставочку почти на вставочку пойдет с каде есть с каде есть с каде есть с каде есть можно поесть так 2к хп отлично с каде дальше кираса дальше кираса стик продаем стик нам не нужен нормально чаблес идем оппонентом пашечки каде есть и раз давайте сюда пойдем так у нас 2000 маны бесплатному анализаем хорошо бесплатным она есть так отлично пищи сюда сейчас гиперстаун купим вообще с таким билдом можно сделать смело молнию будет очень много демоджа но я хочу кираса потому что там найкс там нужно быть с руки драться тела хватает масочка есть так чисто поверхностно хил поверхностно хил хорошо хил продаем верни это пашечку давать и перстал хорошо перстал это хорошо так ребята засели на дефи до походу так я могу этих смело фармить преимущество такой queen of pain это можно смело вот фармить че пофиг чё хотите фармить а если там ггг да сейчас чуть пофармим пойдем есть есть опасно часто стою но у меня хп очень много я поеде выживаю меня там не должны закончить что поделает это или это байт т.п. знаете такой типа я ухожу на вы и подумайте там с шею что будем чинить на вставочку делать полезно не дает на ставочку ой а может подает да хорошо погод лайфт а ну ару если я не поймает не я ну иди сюда и сюда что забрелась хорошо пойдет пойдет еще 2к есть таки раз уже почти нормально ну почти неплохо хорошие драки либо еще консервных банок приволоку чтобы не дай бог сам не дал тебе брата даже в курсе они ста кираса говорите да есть почти опа хорошо 1400 там остается кираса очень классный артефакт для данного героя вообще вот в такой игре тем что ну там много урона с руки соответственно и надо что-то собирать на защиту от урона с руки вот и все вот и все так есть у нас уже кираса сейчас перенесем таки раз сатаник и еще кони дэмэдж артефакт можно будет просто молнию сделать но вот тут заменить арчет можно больше до кучи все есть хорошо отлично отлично кираса имеется а так спида мало хочется больше знать чтобы тык 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 о снайперов поймали фанатрига души его за душем за душу это пацана тоже можно будет задушить он свернул кстати в лесок походу сюда нет печалька я чую я лиц к вару странно что я не поймал очень интересного вниз несем и пока на икса нету на икса нету хорошо лунные колодцы первую очередь ребят надо дышать а вот она руках я как раз как я и говорил и зацепил никого далековато далековато было бы красиво пуш пошел псих псих на пуджи все опасно то есть вовремя ушел но главное они бараки а форм эти колодцы хочу еще сильнее одеться перефармливаем оппонентов чем хорошо тем что queen of pain она персонаж который постоянно дерется а еще одна ру я их магничу прям я магнит ару ребят хз сами видите хорошо там санкинга убили лёха но вообще этот сделать молнию хорошо счет зашло бы очень много скорости найти молнию ласт вам сделаем будет красиво будет круто и скорость атаки будет бомбезно крутость будет зашкаливать молнию хорошо шана можно кстати зайти прошу сейчас купим еще рейси пи хорошо дополнительного босса рейд босса душа теник прикольный теник прикольный можно будет за часа игос еще до кучи хорошо жесть вот это мы вон келяем она этого отлично магазик я ману почти все все остановил пока раша набили так еще мне остается чё до молнии чуть-чуть на самом деле да пойдем душить уже конкретно хорошо вертолет нам залет вот ли кто-то забрал шамата забрал хорошо ребята на дефисусе ребят да у душу душу о поемчик лежит сейчас еще будем драться зря я там собирался драться я там драться собирался это прочь хорошо задушили нормально молния летит маквин хорошо не души макс а хорош я уже думал не потянул за башевым с таким перри фармом еще не потянуть нормально но опасно там санкин сейчас прыгнет надо подхилить чуть-чуть отлично ребята там убивают вот если полности не в команде не было было бы поинтереснее жесть как поинтереснее было бы неинтересный герой это тени одну кнопку нажимаешь убиваешь тебя все что хочешь делаешь такое скучно 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 голову на то они хиролет заходит на взлет пацаны садится ходит на взлет и садится абсолютно две противоположные вещи сказал шанс а то шанс а то а то бы толкаем стороны еще целый там хорошо хорошо ну минус мид пацана еще топ лучшим ару не поймал уже хорошо хорошо чуть до сатана драться собрались что ли дайте мне сатаник добить чуть-чуть осталось сатан хочу добить пар отошел а то сегодня минус лайкс о щит нифига че делает дерусь как мужчина иду иду промах естественно естественно ну пойдет это ару я уже ловить не буду нормально нормально задушили нормально вот это хорошо сейчас было неужели не соберу ластовые артефакты сатаник но с саты было бы намного круче интересно такой вот билд получился пановый пановый билд но он рабочий когда вот вы видите что у вас керри нету вы можете таким билдом реально выиграть потому что этот герой очень хорошо разносит с таким билдом в общем все друзья на этом гайд уже окончен надеюсь теорию вы поняли и на практике поняли как в принципе играть на этом персонаже очень довольно таки все просто берете просто собираете то что нужно лайнинг очень легко выиграться главное аккуратно она очень очень уязвима к станам к хиксам к прочим сайленсам поэтому нужно если там какие то сайленсы есть то конечно же бкб либо там юльчик что то такое надо прикупать ну и на этом все друзья спасибо всем кто смотришь ждите свои гайды не забывайте что уже около сотни гайдов есть на канале поэтому заходите вкладку видео и смотрите я вам опять это говорю каждый гайд это буду говорить отвечаю потому что постоянно вижу комментарии сделай гайд на шторма на шторма был гайд сделай гайд на инвокер на инвокера тоже было вот это вот сидишь постоянно перебираешь друзья не забывайте не ленитесь и цените труд все давайте всем здоровья я пошел спасибо 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 спасибо